Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже с вами в эфире. Сейчас проверим, насколько нас хорошо видно и слышно. Итак, с вами Анна Ланчкова «Русская роспись». Мы начинаем нашу встречу, наш вебинар, посвященный такой замечательной праздничной теме, как новогодняя открытка и новогодние сувениры. Вижу ваше приветствие в комнате. Спасибо вам, друзья! Ура-ура! Вижу, насколько много участников. Пожалуйста, поставьте в чате плюсики или как-то напишите, если вы меня видите и слышите. Добрый вечер, добрый день. Смотря у кого какое время суток сейчас. Спасибо. Спасибо, Ольга. Пишет, творческих успехов нам всем желает. Отлично. Вот, уже пишут, откуда, из какого города наши участники. Наверняка те, кто с нами уже не раз бывал на вебинарах, знают нашу просьбу написать в чате, из какого вы города. Давайте знакомиться. Спасибо. Отлично. Все, пошли плюсики. Слышно, видно. Ура! Спасибо, друзья. Ну что ж, и жду ваших сообщений. Напишите, пожалуйста, какая у нас сейчас география, из какого вы страны, из какого города. Ну и мы расскажем о себе сегодня, в начальном-начале. Наша онлайн-школа, мы преподаватель Зинаида Голубева и я. Мы находимся в 150 километрах от Санкт-Петербурга, в Ленинградской области, город Луга. Сегодня у нас еще гость будет, еще один художник, преподаватель, Иван Крюков. Немного позже мы тоже вас с ним познакомим. И он о себе расскажет. Санкт-Петербург, Дзержинск, Цартовало, спасибо. И Новгород, замечательно. Ну что ж, а я пока продолжу. Пишите, пожалуйста, друзья. Ну и, конечно, очень важный вопрос. Тоже хотелось бы сразу выяснить и познакомиться с этой стороной вашей жизни. Умеете ли вы рисовать? В какой технике, в каком жанре, какой у вас есть опыт? Напишите, пожалуйста. Если вы полный новичок, только задумались о том, чтобы освоить роспись или живопись, или какое-либо другое декоративное искусство, или изобразительное искусство, пишите, что вы новичок. Спасибо, отлично. Люблю гуашь, пишет Людмила. Отлично. Да, сегодня у нас как раз мастер-класс будет гуашью. Это самый такой доступный материал, простой, но имеет тоже свои секреты. И вы о них узнаете на мастер-классе. Замечательно. Новичок, Елена. Очень хорошо. Спасибо, друзья. Ну и сегодня, сейчас я озвучу вам план нашей встречи, чтобы вы знали, что вас ждет. Хочу сразу отметить, дорогие друзья, что сегодня вообще за формат нашей конференции, нашего вебинара. Сегодня мы презентуем вам наши онлайн-курсы «Платное обучение». Несмотря на то, что встреча бесплатная и сам мастер-класс тоже бесплатный, но имейте в виду, что это своего рода реклама, поэтому если кто-то против рекламы, можете нас покинуть, не возмущаться, почему мы так не рассказываем о нашей школе, о наших преподавателях вначале, а не сразу приступаем к контенту, к мастер-классу. Сегодня мы хотим с вами познакомиться и рассказать о себе, о методике, которая у нас в школе преподается, о тех жанрах, которые сейчас предлагаем вашему вниманию. Спасибо. Наталья пишет «Гуаш, масляные краски». Ольга пишет «Умею рисовать». Отлично. У нас сегодня очень разнообразная аудитория. Это радует. Это очень интересно. Спасибо. И сразу рекомендую вам, друзья, даже если вы новичок, но у вас есть, вы приготовили краски, кисти, можно просто карандаши. Рисуйте, пожалуйста, обязательно рисуйте, даже если вы что-то не успеваете или не уверены, потому что тогда вы проводите с пользой это время. Просто смотреть, конечно, приятно, но это мало приносит вам результатов. А навыки приобретаются только при практической работе. Даже если она пока кажется вам очень такой дилетантской, простой, неуверенной, это ничего не значит. Вы тоже ученики, начинайте учиться прямо сейчас. Итак, рассказываю, что вас сегодня ждет. Сегодня мы для вас приготовили кроме мастер-класса, презентации курса, знакомства с нашим гостем, преподавателем, акварелистом Иваном Крюковым и нашим, конечно, постоянным преподавателем-художником Снаидой Голубевой, еще такой небольшой подарок – розыгрыш. Розыгрыш подарков. У нас в группе мы публиковали пост, и в нем писали о том, что кто сделает репост этого сообщения и придет на вебинар, смогут участвовать в этом розыгрыше. Розыгрыш будет в конце вебинара, друзья. Вижу, что много уже людей пошли на это, согласились принять участие. Сегодня будут замечательные подарки. И, возможно, новички, которые пришли впервые, не очень поймут, что это за подарки. Я хочу вам несколько слов о них рассказать. Первый подарок – это самый дорогой, это максимальный абонемент в наш клуб «Мастерская русской росписи» на один месяц. И в этом клубе у нас уже более сотни, более даже 120 мастер-классов на разные темы, полноценных мастер-классов, ну и даже несколько мини-курсов. Также у нас ежемесячно выходит два новых онлайн-мастер-класса, которые потом остаются в записи на самые интересные темы, как по заявкам наших участников. Есть у нас индивидуальные консультации и многое другое в этом клубе. Вам там понравится, уверяю вас. Также второй подарок – приз. Это набор кистей для росписи. Надо отметить, что кистей сейчас в магазинах очень много. И поэтому трудно выбрать именно те, которые нужны для тех, кто хочет осваивать художественную роспись. В нашей школе мы подобрали специально набор кистей, которые подходят для различных техник – графических и кистевых. Эти кисти отобраны от множества других. Более того, некоторые из них, которые требовали обработки дополнительной, подготавливаются мастером вручную и делаются на заказ – это кисти из белочки. Достаточно сложно купить подходящие. Поэтому этот набор вам понравится, если вы захотите осваивать художественную роспись. Но они также подходят и для декоративной живописи. Это вы тоже сможете оценить, когда их получите. И третий подарок – это тоже абонемент «Наш клуб», но он называется «Вебинарный». На целый месяц вы сможете просматривать все записи наших вебинаров, а их уже там около 48. Это тоже мастер-классы полноценные, очень интересные на самые разные темы декоративно-прикладного искусства, художественные росписи и графики. И вот такие интересные подарки ждут сегодня счастливчиков, которые их выиграют. В конце вебинара мы на экране продемонстрируем этот розыгрыш. Вы видите, чьи имена будут выпадать, и вы сразу можете написать нам сообщение. Мы вышли вам эти подарки. Ну, а теперь я приступаю уже к знакомству непосредственно с нашими преподавателями. И хочу передать слово Зинаиде Владимировне Гугубевой, нашему художнику. Зинаида, сейчас я выведу на экран ваше изображение. Так, минуточку. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада читать ваши приветственные сообщения. Вижу, с каких мест вы. У меня очень много есть городов, которые мне знакомы. Я посещала их. Они связаны у меня с соревновательной частью моей жизни, спортивной, в юности. И рядышком вижу, вот, Великий Новгород у нас. Дорогие друзья, сегодня у нас уникальный мастер-класс, который нам предстоит. Это жанр открытки. Дорогие друзья, знаете ли вы, знакомы ли вы с этим жанром? А я вам скажу, что сейчас открытка, жанр открытки включён в серию диссертаций и даже научных трудов. Вот сейчас он рассматривается во всём мире, как изучение графических стилей и всевозможных исторических моментов. Вот такую вот интересную открытку, которую мы раньше не считали за ценность. Мы её складывали, и у некоторых дома до сих пор хранятся открыточки. Дорогие друзья, я немножко о себе скажу. Вот вы читаете уже здесь. Многие знают меня, некоторые не знают. Жанром иллюстрации я занимаюсь много лет. Я профессиональный художник. И вы уже понимаете, что особое значение жанра открытки я преподавала много лет в Академии постдипломного образования учителей. Но дети мои, которые у меня учились, всегда говорили, Зинна Владимировна учит учителей. То есть это высший момент был. И я очень рада, что вы собрались вместе познакомиться с необычной техникой и еще с необычным человеком. Татьяна. Спасибо, Зинаида Владимировна. Да, ну и сейчас я представлю вам нашего гостя. Иван Крюков, художник, преподаватель. Сейчас я выберу на экран его изображение. И он не преподает на нашей школе. У него своя онлайн-школа. Но так как сегодня жанр открытки, посвящен нас встрече этой теме, он тоже этим увлекается и преподает своим ученикам. Мы пригласили его, чтобы он рассказал о жанре именно акварельной открытки. Ну и в общем-то в целом о своем опыте вот в этом направлении. Но Иван, я сначала прошу, чтобы ты немножко рассказал о себе, потому что Зинаиду, конечно, многие наши участники уже знают. Вот сейчас на слайде есть тоже описание про тебя. Ну, лучше расскажи о себе немножко сам о своем опыте, образовании. Да, хорошо. Здравствуйте. Привет всем. Зинаида, спасибо за необычного человека. Я думал, что я обычный. Ну, давайте познакомимся, да, быстро, насколько это возможно. Меня зовут Иван Крюков. У меня есть своя онлайн-школа, как я сказала, Татьяна. Мы там занимаемся акварельным скетчингом. Ну, вообще скетчингом. Я почему задумался? Потому что вот за два года школа уже переросла просто, наверное, просто в акварель. Я не очень люблю какие-то рамки, какие-то определения, а вот конкретно определение скетчинга, оно очень обязывает. А рамки и творчество, скажем так, ну, это как бы разные вещи. Рамок в творчестве, ну, не должно быть. Поэтому, скорее, школа у меня сейчас просто, акварель. Так, я закончил Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна в 2010 году. До этого был колледж технологический, тоже по специальности графический дизайн. Ну, до этого, как у всех по классике, художественная школа. В общем, получается, осознанно я рисую уже, ну, больше 20 лет. Осознанно, значит, ну, вот, скажем так, с первого класса художественной школы. А вообще, неосознанно рисую, ну, наверное, сколько помню себя. Вот. Это если коротко. Про, 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 сейчас скажу. Ну, если, да, Ваня, конечно, он сказал, что очень волнуется, да, для новой. Ой, ребята, вообще волнуюсь. Да. Как первый раз. Да. Вань, тогда расскажи немножко о своих каких-то, ну, особых моментах вот своей творческой карьеры, жизни. Какие выставки, может быть, тебе были какие-то интересные, которые тебе запомнились. Спасибо. Ну, или какие-то заказчики, такие, знаешь, крутые, которые можно похвастаться, да, тоже очень интересно, конечно. Да, был момент, был момент, сейчас скажу, вперед, скажем, с 2013 по 2015 я плотно занимался портретом, рисовал на заказ. но это было не акварель, это был цифровой портрет. То есть, ну, знаете, говорят, рисовал в компьютере. И так получилось, что на меня начали выходить наши звезды российские. Сначала мне написали, ну, может быть, знаете, группа такая молодежная, Quest Pistols. я нарисовал просто для, ну, ради интереса одного парня оттуда и просто ему отправил. На меня через неделю вышел их продюсер и дальше я рисовал уже всю группу. Потом появились какие-то ребята с ТНТ, вот это вот Comedy Club. Ну, то есть, пошли звезды. Я немножко сошел с ума от такого. Но, как оказалось, ребята все простые. но потом потихоньку эта история закончилась, потому что я рисовал на заказ, это было такое немножко ремесленничество. Во мне зрело какое-то такое желание ну, уже передавать что-то. Вот хотелось уже как бы ну, вот научить людей. И оттуда вот два года назад родилась вот эта школа. С тех пор я обучаю людей. Кстати, были еще две выставки в тот момент в Москве вот с этими портретами. У меня на сайте, по-моему, даже есть фотография. Вот. Это из достижений. Спасибо. Ну да, спасибо, Иван. Да, а я, Иван, могу сказать, что вот сейчас я прочитала вашу биографию и могу сказать, что нас с вами тоже связывает один человек, это Андрей Малахов, потому что я родилась в Токировске, а в Апатитах моя тетя, моя крестная, она была заведующей библиотекой, куда я ходил вот Андрей Малахов, разгильдяй, в то время мальчишкой был. Вот. И она его очень хорошо помнила, то есть рассказывала. Так что вы рисовали человека, который сейчас для города Апатит очень много делает. Класс. Он приезжает туда и очень, да, его все очень любят там. Да-да-да. Хорошо. Давайте, друзья, покажу сейчас на слайдах, чтобы мы имели представление о Иване как акварелисте. Это работы, ну это работы, в общем-то, предназначены для учеников, как я поняла. Это больше работы методические такие, скажем. Но тем не менее у каждого художника есть свой почерк, свой стиль. Мне хотелось, чтобы вы его посмотрели, оценили. Именно его стиль, его такой довольно-таки энергичный, яркий, вот сочный стиль. Посмотрите, какая акварель, да, какие. К сожалению, мы не так давно с Иваном познакомились, вот, и у меня не так много было пока времени взять его работы, предоставить, но мне очень хотелось показать вам, вот как он работает, какой у него интересный взгляд вот именно на эту тему аквареля. Посмотрите, какие работы. Вот это тоже все его предназначено для курсов, для своих учеников. Такие вот скетчи, или как еще это назвать, не знаю, акварели. Вообще, слово скетч, по-моему, не так давно стал таким популярным, скорее всего, это больше просто маркетинговый ход. Да, да. Это эскизы, да, быстрые. Быстрые эскизы, Быстрые эскизы, да. А, вот Иван, еще хотелось бы несколько слов про акварель. Вот сейчас тебе передам тогда слово, расскажи, пожалуйста, так как сегодня у Ивана нет возможности показать нам мастер-класс, порисовать с нами, но я бы просила что-то полезное для вас про акварель, поделиться какими-то секретами, да, вот своими и что-то нам тоже поведать. Да, ну вот хочется немножечко быть полезным, да, поскольку сегодня порисовать не получится. Может быть, вы напишите в чате кто-то уже знаком с акварелью или, может быть, кто-то уже знаком со мной, потому что за два года было уже очень много марафонов, мне кажется, меня уже ну как бы знают, может быть, и здесь кто-то. Напишите, будет интересно. Так, ну смотрите, я хотел рассказать, почему я люблю акварель. Я всегда сравниваю акварель с такой с дамой со сложным характером. Ну то есть, да, за ней нужно очень долго ухаживать, нужно очень много уделять ей время, но когда эта дама начинает вдруг обращать на тебя внимание, тогда происходит чудо. Но как только ты потерял бдительность, она снова может показать свой характер и утечь куда-то, например, и придется все это собирать. В общем, у меня вот такая ассоциация. И еще за что я люблю акварель, даже дальше если идти по ассоциациям, то допустим какие-то литературные формы. Для меня акварель это такое вот легкое четверостише японское, да, а если брать допустим масло, какую-то вот кроющую, кроющие материалы, ну масло, да, возьмем, это скорее такой вот многотомный роман, вот война и мир, такое монументальное, основательное, а вот акварель она такая вот легкая, одно вот слово легкое прозрачно, вот за это ну вот я ее полюбил. Так, меня куда-то унесло, Татьяна? Хорошо, нет, Иван, у нас все-таки поймите, это прямой эфир, и мы хотим быть живыми, а не просто читать заученный текст, это все-таки гораздо интереснее, поэтому, Иван, все нормально, можешь ли ты поделиться вот какими-то полезностями для новичков в акварели, ведь столько там действительно секретов, и одна из самых сложных техник, это именно акварелистика, и немного причин, почему она сложна, да, то есть это быстро надо работать, так что на ней терпит ошибок, исправления, ну вот какие-то может быть материалы, что бы ты посоветовал новичкам? Ну, хорошо, очень сложно так вот в теории, да, лучше показать, но я покажу позже, смотрите, ну давайте поговорим про открытки, Зинаида уже начала, вот именно вот в открытках очень важен материал, потому что это не только рисунок как бы для вас, это вообще то вещь, которую вы будете дарить, она должна быть, ну, как минимум иметь презентабельный вид, поэтому всегда уделяйте внимание бумаге, бумажка, вот смотрите, и это даже не касаемо открыток, вообще в акварели 50% успеха это ваша бумага, что я имею под этим ввиду, и это вот прям вот совет, лайфхак, у вас может быть не очень хорошая краска, но бумага должна быть хорошая, бумага обязательно акварельная, ну, минимум толщиной она подразделяется там в плотности, ну, скажем так, от 250, 250, плотность бумажки, чем выше цифра, тем плотнее бумажка, дальше там 600, это уже картон, ну, это совсем идеально, единственное плотную бумажку, скорее всего, будет трудно найти в обычных канцелярских магазинах, поэтому нужно постараться поискать, но это как бы вам, то есть ваши работы скажут вам спасибо за это, ну, давайте еще расскажу немножко про бумагу, конкретно для открыток, акварельная бумага делится на три вида, на, боже, как это, а, сатин, грейпфин, фин, средняя, и торшон, что это, что эти страшные слова обозначают, это степень зернистости, то есть бумажка акварельная, она такая, как бы, рельефная, ну, если по-русски, так вот, сатин, это самая гладкая бумага, это вот, ну, сатин, шелк, то есть она гладкая, для чего она подходит, для каких-то очень детальных работ, это когда линия должна быть ровной, непрерывистой, например, для портретов, хорошо подойдет для открыток, потому что формат достаточно мелкий, сатин, вот, прям отлично, дальше идет средняя бумажка финн, это средняя зернистость, она уже не совсем гладкая, но и не совсем такая вот прям холмами, она тоже подходит, это вот прям золотая середина подходит для всего, но, скажем, для портретов, ну, уже надо подумать, надо попробовать, и бумажка торшон, она уже совсем просто, вот, если смотреть под микроскопом, там просто Альпы, то есть, просто горы, очень, очень рельефная, и она нужна уже больше для таких, как бы, каких-то декоративных вещей, когда вы ведете кисточкой, а у вас пробелы возникают, потому что краска не проникает во все вот эти выемки и канавки, но это уже тоже на любителя, поэтому... Это специальная техника, да, Иван, вот такая вот, когда вы неровная бумага, нужно, наверное, осваивать какую-то специальную технику, поморили. Ну, это, знаешь, это вот для любителей каких-то уже эффектов, это когда человеку скучно уже просто, линии уже наскучили обычные, он хочет что-то попробовать, это вот такая бумажка, ну, вот с такой фишкой. Экспериментальная. Да, да, вот это уже... А почему бы и нет, типа? Пишут, что бумага в продаже 800-200-300, и полотнее сложно найти. 800? 200-300 в продаже. А, ну, 300. А, да, 300 нормально. 300 вот за глаза. 300, я сам рисую на 300, иногда на 250. Ну, вот интересный вопрос был, как много вы используете цветов в одной работе, оттенков, наверное? Хороший вопрос. О, давайте я скажу так же, как своим ученикам. Мне так важен цвет, как важен тон. Все понимают, что такое тон. Ну, наверное, поясни лучше, Ваня. Я вот что-то... Сакрально я понимаю. Ну, если на пальцах, и как бы вот как для детей, да, тон – это степень светлоты и темноты. Вот могу показать вот на этой открытке. То есть яркость, да? Да, по факту один синий цвет. Но вот этот синий очень свет, светлый, а этот очень темный. То есть этот тон плотный, этот тон, скажем, прозрачный. Так вот, для зрителя, для восприятия важны именно вот эти тоновые пропорции. Ну, то есть, когда вот, допустим, вот мое лицо, светит свет слева, здесь у меня тень, потому что свет слева. И не так важно, какого цвета у меня лицо, а важно показать именно пропорции вот этот, блин, как это будет по-русски? Ну, понятно. Это интенсивность, интенсивность. Да, вот эту разницу именно показать между цветом и темно. То есть не оттенок цвета, какой взяли цвета, а именно насколько интенсивен, вот важно, ваша работа. Да, именно тон. Смотрите, вот грубо, вы можете нарисовать мою светлую часть моего лица, ну, скажем, не знаю, желтым, а вот эту часть лица синим. Но если вы попали в тон, желтый, настолько вот, сколько нужно, светлее, чем тень, то для зрителя вообще без разницы. Здорово. Да, вот и такие вещи, они намного интереснее и вкуснее выглядят. Когда вы отпускаете себя, вот этот момент мы с учениками преодолеваем прямо вот как Эверест. Ну, вот не может человек зеленое яблоко рисовать, я не могу туда синий вставить, мне вот просто говорят, пожалуйста, не надо, это стресс. Но как только человек этот стресс перебарывает, его просто не остановить. И работы живые, они вот, ох, у меня прям мурашки побежали. Здорово. Спасибо, Иван. Да, ну да, вот иногда очень трудно объяснять, когда ты это знаешь, как показать. А вот как это объяснить словами, это достаточно сложный процесс. Ну, да, ну вот в уроке, в моменте это объяснить проще, когда ты говоришь, показываешь, это вот в голову проникает намного проще. Спасибо, да, отлично, хорошо. Ну, еще спрашивает Нина, пробовали ли вы необычные краски, кофе, вино? Вино я пробовал перед рисованием. Так, нет. Из бокала? Нет? Из горла прямо. Нет, на самом деле, не трезвая голова на самом деле мешает, мешает рисовать. Это миф, миф, потому что художник должен быть пьяный, да? Художник должен быть трезвый. Я проб, вот смотрите, за время обучения во всех учебных заведениях мы пробовали всякое. Но вином, кстати, не рисовали, рисовали кофе. Очень интересная техника, монохром. я вот прямо люблю. Это опять же, это опять вопрос рамок. Смотрите, у меня как-то кончилась гелевая ручка белая, в которой я ставил блики обычно в конце, да? Какой-то блик на глазу. Я просто взял штрих этот канцелярский и просто им закончил работу, ну, потому что ничего под рукой не было. Поэтому чем рисовать и доходь пальцем? Тут главное, тут нужно понять, что главный процесс. Еще очень многие ученики настроены на результат. То есть, вот они прям расстраиваются. Если не получилось, как они планировали, то это прямо стресс. Люди забывают о рисовании на полгода иногда, ну, то есть, на долго. То есть, это не мое, все, я не рисую. нужно просто немножко переформатироваться на получение удовольствия от процесса и понимать, что в каждой, вот в каждой вашей попытке, в каждой, вот в любой, даже самой страшненькой вашей работе есть искусство. Хоть какой-то процент это искусство, это ваш шаг еще к более крутым работам. Вот. Я опять куда-то улетел, да, немножко? Спасибо, все отлично. Да, хорошо, спасибо, Иван. Ну, да, ну, еще такой, насколько контрастно спросила Нина, то есть, видимо, этот переход, насколько должно быть контрастно, если вот слева свет, например, как вы на примере показали, да, а справа в тень, вот контраст этот важен? Конечно, да, но здесь вы уже полагаетесь на свой глаз, на свой глазомер. И этот контраст вы как раз должны увидеть. Есть, кстати, небольшой лайфхак, даже, скажем так, большой, чтобы, что мешает увидеть вот этот контраст? Мешает обилие деталей, вот мой говорящий рот мешает, вот что-то вот, не знаю, там, зрачки, то, что я двигаюсь. Просто превращаемся, блин, как бы сейчас не прослыть расистам, да, превращаемся в китайцев, прищуриваемся. Вот когда мы прищуриваемся и смотрим сквозь ресницы, исчезают, вот прямо сейчас можете это проделать с моей головой, исчезает детализация, исчезает вся мелочь, и вы видите только свет и тень, два крупных пятна. И вам, ваш мозг, как бы, должен запомнить вот эту разницу и быстренько перенести на работу. Даже, может быть, просто вот пятно, пятно, где-то, не знаю, на черновике. Сравнили эти пятна на работе, прищурились, сравнили с натурой, в данном случае со мной нравится, есть попадание, ну, вы увидите, что есть попадание. И продолжаем в том же духе. То есть чаще прищуриваемся, чаще отходим от работы и смотрим на нее как бы в целом. Не погрязаем в деталях, потому что можно углубиться в какой-то глазик, вот рисовать реснички, а потом дойти и понять, что глазик у вас на щеке. Ну, придется переделать. Ну, такое бывает, да. Хорошо быть близоруким, между прочим. Очки снял, все очень хорошо. Да, да, да. Ну что, спасибо, Иван. Спасибо. Да, интересно, я с удовольствием все-таки слушаю художников, потому что каждый имеет свои какие-то наработки, секреты. Кто говорит, нет, давайте быстрее рисовать, они упускают очень важные вещи. Внимание в этих случаях просто уникально, потому что рисовать, вы понимаете, что вы можете рисовать и на других роках, но у каждого есть художника что-то уникальное. Учитесь слушать, друзья мои, и думать. Итак, давайте сейчас тогда я продолжу нашу встречу и еще раз напомню, что группа школы Ивана Крюкова ВКонтакте кнопка под слайдами, под слайдом, смотрите, ссылку я на Инстаграм послала вам в чат, кто просит ссылки, можете проходить. Ирина пишет, сняли очки и рисуем, сегодня можете этого не делать, сегодня мы рисуем довольно-таки в другом жанре, в простом, вас будет несложно открыть, когда такой прием не понадобится. Ну, сейчас я хотела несколько слов для тех, кто к нам присоединился, сказать, что сегодня у нас, напоминаю, не просто бесплатный урок, а это презентация, это презентация наших курсов, подготовка к Новому году, новогодних сувениров, новогодние открытки, поэтому после мастер-класса мы расскажем о них более подробно, что нам приготовил Иван, что нам приготовила Занаида, и какие интересные уроки вас ждут. Это будет после мастер-класса. А сейчас, пока еще вы готовите с мастер-классу, я хочу показать вам для вдохновения работы учеников нашей школы и школы Ивана и отметить, что эти работы мы показываем не с целью, чтобы вы посмотрели и сказали, ой, какие ученики, хорошо нарисовали, молодцы, наверное, они способны, а я нет. Или, например, ну, наверное, это пришли к вам учиться уже те, кто где-то рисовал и владеет этой техникой, владеет кистью. Это совершенно ошибочные мысли, потому что приходит учиться с самого разного уровня. И показываем вам работу не того, что вы посмотрели и себя как-то там новички поунижали, сказали, ну, я так не смогу. Это как раз вам, наоборот, для вдохновения, для утверждения, что вы тоже так можете, у вас все получится. И ученики тоже наши приходили и делали первые шаги, а ведь вы знаете, наверняка, кто видел, или даже просто представляете себе, что такое первые шаги ребенка, например, какие они неуклюжие. Ведь никто не смеется над ребенком, потому что все взрослые знают, что он очень быстро научится ходить, да еще побежит так, что взрослый его не догонит. Поэтому вы все об этом помните, что первые шаги только на первый взгляд кажутся смешными, а на самом деле это действительно замечательно, первые шаги в огромный путь и в творчестве, точно так же, как в любом деле. И сейчас я вам хочу показать работы учеников нашего курса «Зимний сувенир». Это декоративный жанр, жанр иллюстративной открытки или росписи даже. И в этом курсе, который сегодня мы презентуем после мастер-класса, вы сможете более подробно познакомиться уже после него со стоимостью курса, акции и какие там будут уроки. Но сейчас вы посмотрите, как те сюжеты уроков, которые получили наши предыдущие выпускники, обыграли и создали сувениры и подарки к новому году. Это и роспись маски и тарелочки, посмотрите, зимними узорами. Это и роспись каких-то подарков своим близким. Просто взять баночку с кофе или чаем, купить и сделать ее уникальным. Не просто похожую, как на все остальные, а это действительно будет очень оригинальный подарок, который несет тепло в ваших рук. И то какое-то чудо ваше, которое вы вложили в это, потому что творчество это все-таки чудо. И сегодня в преддверии таких зимних праздников, которые у многих ассоциируются с детством, с чудом, мы хотим, чтобы вы уже сейчас создавали себе настроение, потому что настроение на самом деле мы можем создать себе только сами. Особенно в этом помогает творчество. И, конечно, если у вас есть дети, внуки, то обязательно их подключайте, вместе с ними уже начинайте готовиться. Чем раньше вы это начнете, тем у вас будет более интересный ваш праздник будет. Вот посмотрите, какие шарики расписывали. Это все по урокам курса «Зимний сувенир». Он доступен для самых начинающих художников и для детского творчества. В этом курсе есть и открытки, и роспись бутылки шампанским, чтобы ваш стол был интересным и ярким. Можно даже расписать бутылку или подарить ее кому-то на праздник. Это тоже будет необычный подарок. Ну, елочные шары сейчас везде продаются, очень недорого наборы. Можно этот шарик простой купить, совершенно однотонный, и украсить его, сделать необычным таким вот ярким, нарисовать птичек, зайчиков. Или это панно. У нас там два урока есть, на которых вы рисуете зимнюю сказку «День и ночь». Два разных темы, похожие, очень праздничные строения создают такие картины. Вот наши ученики и свечки расписались с сюжетами из этих уроков. Вот еще шарики. Надо сказать, что рисовали здесь и с детьми, и с внуками некоторые наши участники. Сделали открытки вот такие с рождественским ангелом. Тема подарков на самом деле такая нехерпаемая. Можно и не только росписью заниматься другими видами искусства, но наша школа именно занимается как раз рисованием, росписью, поэтому сегодня на эту тему мы показываем вам примеры, как можно создавать подарки. Просто тарелочку расписать, и то уже будет интересный подарок. Напишите, пожалуйста, в чате, кто-то уже начал готовить зимние сувениры, новогодние, рождественские. В этом году мы пораньше проводим такую встречу, потому что нас уже об этом просили наши ученики. Но вот интересно, приступили ли вы, друзья мои, уже к подготовке подарков к Новому году. Или украшения. Не обязательно это будут подарки. Может быть, это украшение на елку. Или украшение для дома. Вот такие баночки. Смотрите, и олени, и собачку. Это милые сюжеты, простые, но они очень украшают, они действительно создают праздничное настроение. И вот на уроках курса как раз вы научитесь рисовать таких милых зверей в декоративном жанре. А, уже начали рисовать. Спасибо, Елена. Пряничное тесто замесили. Да, посмотрите, эти сюжеты подходят для росписи пряников. У нас в прошлом году некоторые наши участники расписали этими сюжетами пряники. У нас много фотографий было с мышками. Но я уже здесь их не показываю. Прошлый год уже проходит этот мышиный год. Уже делают панно. Спасибо. Открытки тот лентами вышивает. Очень интересная тема тоже. Посмотрите, можно взять обычные лампочки и создать из них вот такой новогодний сувенир. Это тоже тема уроков курса. Шишки. Это не лампочки, Танечка. Это бутылки стеклянные под лампой. А, это бутылки стеклянные. Вот для этого рядышком лежит яблочко для размера. Такие большие лампы. Ну, можно и лампочку, почему бы нет. Да, да, да. На елку. Там горлышко большое, можно свечку вставлять. Это рождественский ангел, это тоже баночка к чаю. Я хотела, чтобы Зинаида сейчас тоже показала вам. Или, может быть, потом после мастер-класса. Давайте в мастер-классе покажете, как сюжет, который вы будете создавать вместе с Зинаидой, как можно украсить вот такой подарок. И шарики уже расписывают. Отлично. Ну, сейчас давайте покажу еще, конечно, очень хочется работы учеников Ивана. Я хочу отметить, что я посмотрела работу учеников и отметила, что они все разные. Вот меня это удивило. Вроде бы мастер-класс-то был один, но я прекрасно уже знаю, и мы знакомы, много лет работаем, Зинаида возьмется с учениками в онлайн-школе, что когда по одному и тому же уроку ученики создают разные сюжеты, они отличаются. Это значит, им преподает мастер. Потому что он не просто дает урок, повторяя за мной, срисовывая с меня, он дает им определенные навыки, благодаря которым они могут развиваться, создавать что-то свое. Посмотрите, двери-открытки, какие они разные. Вот еще открытки с елочками тоже. Очень веселые, они создают настроение, ведь все просто на первый взгляд. Но здесь очень много новых навыков вы можете приобрести. Об этом курсе я вам расскажу уже после мастер-класса, не знаю об этом. Сейчас я почему-то на экран не вышла, сейчас я сделаю. У нас Иван там на экране за всех отдувается. Сейчас я себя хоть, чтобы он смог спокойненько выпить водички. Посмотрите, вот один из уроков тоже новогодний шарик, открытка, простая открытка, но какая милая, и тоже создает праздничное настроение. горы, небо, ночь. И уроки эти предназначены для начинающих на самом деле. Любой человек может нарисовать такую открытку, потому что уроки очень подробные у Ивана. И здесь, смотрите, есть вот у него в группе, вы можете сами посмотреть, я здесь очень немного работ выбрала, там их огромное количество. Если вы перейдете по кнопочке под слайдами, называется группа школы Ивана Крюкова, там есть у него фотоальбомы и есть работы учеников. Посмотрите, какие они интересные, разнообразные. Мне очень понравился урок с кактусом, потому что Ивану очень замечательное чувство юмора, и это в его работах тоже видно. И ученики это тоже подметили и заразились этим тоже. И все их кактусы отличаются, вот каждый кактус имеет свой характер и дополнен какими-то деталями. Посмотрите, очень праздничное настроение создается благодаря вот таким веселым сюжетам. Кто-то дополнил таким морозным окном, кто-то гирляндами. И вот такой тоже урок. Как раз здесь только пока новогодняя тематика, потому что сегодня мы создаем праздничное настроение новогоднее для вас. И все посвящено этому. Вот такие милые машинки. Обратите также внимание, сколько деталей на простом рисунке. Это тоже говорит о высоком мастерстве, качестве этих работ и качестве урока. Потому что есть уроки, акварели простые, там несколько пятен, буквально пара штрихов. Конечно, такая работа тоже может быть высокопрофессиональной, интересной. Но чем больше деталей, тем интереснее, тем хочется дольше разглядывать такой рисунок. И тем, конечно, сложнее ее освоить самостоятельно, только если под руководством мастера. Ну что ж, друзья, закончились работы для вдохновения. Сейчас ваше вдохновение должно очутиться на бумаге. Готовьте материалы. Я переключаю камеру на Зинаиду, и мы будем рисовать новогоднюю открытку с веселым бычком. И прошу, как всегда, вас, пожалуйста, напишите, если есть вопросы по материалу, лучше заранее. Так, сейчас я переключу камеру. А мне камера покрупнее, чтобы мне... Да, сейчас сделаю измельчинку. Вот у вас крупная камера. Угу. Повышу немножко, да. Так, дорогие друзья, небольшая техническая такая заминка, у нас всегда это бывает. И я хочу с вами сейчас показать, вот хотела как раз сразу показать вначале, чтобы потом не отвлекаться, какие есть, как можно создавать жанр открыток. И он у нас разнообразен, насколько. Вот я вам покажу мои свои зарисовочки, которые, может, вас там вдохновят, вот с бычком. Я могу честно сказать, сказать, что я вот в принципе, сначала я отбрыкиваюсь от этих всех животных, которые мы почему-то вот восточный наш гороскоп, он очень повлиял на нашу российскую действительность. Когда я в 80-м году первый раз услышала, что год обезьяны, я все время, я очень хохотала. Ну, а теперь я понимаю, что многие просят, у меня дети, ученики, говорят, а когда мы будем бычка рисовать? Вот, пожалуйста, давайте рисовать бычка. То есть краски у нас водорастворимые. Эти краски я рисую темперными красками, можно рисовать акриловыми красками, винилами красками. Сейчас такие вот красочки есть, а тут у меня пусть апельсин лежит. А я вам продемонстрирую, как еще можно расписать вот нашего бычка вот на таких вот баночках. Это обычная баночка с кофе. Посмотрите, вот она оформлена. Этикеточку сняли и расписали. Да, хорошо, кофе не любите. Давайте кладем чай. Вот такая баночка с чаем. Садитесь. Я пока задам вопросы, знаете, Владимир, задам. Давайте. А спрашивают еще так. Какой формат бумаги у нас будет? Формат А4. Эскиз мы давали, но все равно я эскиз еще раз повторю. Еще дорогие. Смотрите, мы рисуем на формате А4, чтобы было крупно, чтобы было понятно. Но этот же сюжет можно сделать на формате более. И открыто. Да, да, да. Акварелью можно сегодня пробовать? Акварелью, если у вас есть гуашь белая, тогда можно. Белая. Потому что, да, потому что мы рисуем в технике тампоновки. А тампоновать мы будем губкой. Если у вас нет губки специальной, вот можете на кухню сбегать, взять губку. А у меня вот есть такая вот губка, мне вот по счастью ученики приносят. Мне откуда-то из мебели достают. Желательно, чтобы губка была узенькая, но ее можно уменьшить, разрезав пополам. Нужно нарезать несколько таких квадратиков, примерно 4 на 4 сантиметра. Как я ориентируюсь по ширине спичного коробка. Так, вот нарезаем эти губки. Вот, пусть о них будет несколько. для мелкой детализации нам понадобится, например, маленькая губка, поэтому мы ее еще меньше сделаем. Сделаю я, например, 2 на 2 сантиметра. И такую губку обязательно отделим пополам. Вот. Если нужно нарисовать что-то бочком, например, прямую поверхность, как у нас, у нас будет заборчик, то лучше всего оставлять такую букку ровную. Ее не надо складывать, и она будет хорошо отпечатывать. Этот метод очень хорош, прост, и можно рисовать как маленькие какие-то приспособления, но и крупные. Сейчас я приготовила лист формата А4, это тоненький листочек, на котором буду рисовать вот это сначала эскиз нашего бычка. Но я хочу Зинаиду сразу отметить, потому что нас новички не все знают, что Зинаида рисует два эскиза. Один на простой бумаге, чтобы вы могли повторить и посмотреть, как он строится, а потом уже на плотной бумаге сам рисунок. Поэтому не удивляйте, что у вас будет сейчас два рисунка показано на экране. Сначала мы просто тренируемся. Тренируемся. Я всегда говорю, перед тем, как рисовать, нужно рисовать эскиз, потому что рука запоминает. Вот у танцора запоминают ноги, а у нас запоминает эскиз. То есть повторение, это как гаммы, как разминка, потому что второй эскиз, который будет на плотной бумаге типа ватман формат А4. Это условная открытка, хотя, самое интересное, самые маленькие открытки имеют размер 40 на 60 миллиметров, а самый большой формат А2. Самый популярный формат в мире это открытка евро 110 на 220 миллиметров. И вы можете смасштабировать эту открытку, увеличив или уменьшить формат. Вот я, например, вот сейчас мы с вами этого бычка будем рисовать. Его несложно рисовать, потому что я сейчас вам покажу модульное рисование. Если рядом сидят у вас дети, пожалуйста, зовите их. Итак, что нам нужно? Во-первых, мы делаем границу. Для начала берем линейку и начинаем выстраивать. Что мы делаем? Границу оформляем 2 сантиметра по периметру. Делаем. Я на глазок это делаю, а вы делаете уже так. И у меня мягкий карандаш. На эскизе мы очень жирно рисуем, чтобы было видно. А вот на бумаге, на которой будем рисовать саму открытку, саму эту подачу, тогда мы делаем легонько. Но все равно я буду ярко рисовать, чтобы вам было видно. Потом мы разделим эту открытку пополам, по вертикали и горизонтали, для того, чтобы вам было видно вот эти 4 прямоугольничка, которые создают пересечения, вы будете ориентироваться выше-ниже. Это в помощь новичкам. вот эту сеточку я уже делать не буду. Конечно, я не буду сегодня вам рассказывать про золотые сечения всевозможные. Все это вы узнаете на курсе, на котором я вам подготовила много очень удивительных полезностей, потому что я хочу сказать, что я поддерживаю традиционную систему рисования иллюстрации открытки. У нас она делится на две части. Современная это вот компьютерная и традиционная то, что мы рисуем своими руками. Итак, мы начинаем приступать. Значит, мы рисуем голову нашего бычка в виде круга таким образом, чтобы если я вот этот кружок мы рисуем, кружок, примерно вот если я проведу линию через центр и разделю ее на три кусочка, вот примерно как раз и будет одна треть заходить сюда. То есть вот такой кружочек выстраиваем, мы можем циркулем это сделать, вот это будет голова бычка. Ну вот как вы думаете, вот когда мы рисуем, вот у меня дети все правильно отвечают, я хочу вам задать вопрос, ну вот как изобразить бычка в возрасте, а как его сделать маленьким теленочком, какой элемент для рисования здесь нужно, что здесь применяется, вот чем отличается теленок от бычка на рисунке, вот у меня дети вчера все правильно сказали, вот интересно как вы скажете, а здесь мы рисуем вот ему туловище, туловище, вот так вот, вот дети лучшие ученики, они мне научили, что туловище очень похоже на сардельку, к сардельке делаем веселый заторный хвостик, все очень просто, а вот ножки, мы еще лицо не рисуем, ножки рисуются вот таким образом, видите, каким выступом делаем, потом делаем крупную вот такую вот ножку и у нас здесь будет золотой копытце, вторую ножку за ней можно не рисовать, если вы будете ее рисовать, делайте ее повыше, потому что она стоит сзади, здесь мы рисуем передние ноги нашего бычка, кстати, я за пример я взяла рыжего бычка, потому что у нашего друга в деревне Олешно недавно родился рыжий бычок, вот так, посмотрите какой постав, если вы, вы можете так коровку нарисовать, если лапки сделать потоньше, например, это будет олененок, это модульное рисование, очень интересное, простое, и тем не менее не говорит о том, что если просто, то это очень дешево, ничего подобного, делим мы голову пополам, он наклонил голову, и теперь вот здесь начинаем рисовать, здесь мы ему нарисуем шапочку из волос, из волос, Да, у него волосы, а как же у него здесь, да, вот здесь вот будет, то есть я подкрадываюсь постепенно, потому чтобы людям было понятно, шерсти, наверное, да, 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 волосы, у него грива, загрива, клубочка, и он, чем старше становится, тем у него оно больше, вот это вот, да, она прямо у них волосики такие неженькие, нам пишут там, Вера, Венера пишет, пропорции, головы должны быть больше, наверное, правильно, молодец, о, пропорция, самое главное, пропорция, глаза ниже середины и большие, тоже можно, глаза, но вообще вернее все по голове, то есть смотрите, размерами рожек, говорят, рожек, это тоже хорошо, молодцы, теперь смотрите, если я убавлю вот здесь вот личика, ну вот ему вот так вот, имеется в виду, вот так вот, чуть помедленнее немножко, да, то есть если я убавлю вот эту вот часть, убавлю, а глаза сделаю маленькими, то мычок будет постарше, конечно, рога, рога можно нарисовать вот так, я, кстати, очень много перерисовала бычков, вот сейчас вам даже покажу, когда я готовилась рисовать открытку, вот мне очень, смотрите, разные бычки, это мои эскизы, которые я рисую, вот я вам показываю кухню свою, то, что я выбираю, то, что мне интересно, посмотрите, то есть может и вам будет это интересно, то есть и взрослые, и дети, у меня очень много эскизов, когда я готовлюсь, вот то, что вы сейчас наблюдаете, это вот, как говорится, зерно, главное зерно, которое можно, кстати, преподавать это можно на уроке, вот, а теперь мы делаем вот такую вот мордочку, вот так, вот так, делим, находим рвотик, вот, а теперь мы делаем вот таким образом, место там, где у нас ушко, и между ушками рожком, мы делаем вот сюда, вот такую линию, помедленнее дети рисуют с нами, ой, как хорошо, дети рисуют, это хорошо, еще будем рисовать, смотрите, я вам объяснила, что мы рисуем дважды, один раз объяснение, потом еще раз, это черновик, это черновик, поэтому, здесь я очень ровно говорю, вот, например, вот у меня здесь, смотрите, ушко, за ним хвостик, конечно, надо хвостик опустить, что-то он это, хвостик-то поднял, вот благодаря этим нюансам и нужно делать эскиз, обратите внимание, между ушками и рожками мы делаем линию, которая составляет, идет на носик, а потом мы с вами сделаем носик, ноздри. Ирина, хороший вопрос, давайте после мастер-класса тогда расскажем про стекло. Вот, здесь у нас мы точечки поставим, такие у него здесь, вот, а здесь глазки будем делать, глазки, глазки делаются под наклоном, у них, кстати, реснички есть, у наших бычков, я вот закрашу, потому что на эскизе иногда становится непонятно, глаз пустой, поэтому я его немножко вам закрашу, можно вокруг глазика дать беленькую полосочку, тогда глазик будет более выразительный, ушки можно сделать покрупнее, из-за этого эскиза ничего не меняется, самое главное, он ровно находится у нас посредине. Да, вот Дина, вот когда нарисуете, остановитесь, немножко покажите, пускай поскольку, да, 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 и сейчас мы начинаем дополнять, вот вы уже обратили внимание, что у Ивана художники, которые рисуют, учатся, потому что мы все с вами художники, человека научить, который не хочет, невозможно, а кто хочет, он уже потенциально художник, я вас уверяю, просто нужно предоставить технические возможности, приобрести навык и начинать с небольшого опыта, вот я могу вам сказать, и Иван, и я, мы не родились с кистями в руках, но это все опыт многолетний, нарабатывается. Ну что, подождем немножко там. Ну ждем, а я сейчас вам расскажу о развитии открыток, развитии иллюстративных открыток, иллюстративных в России, а раньше они назывались, вот кстати, а кто знает, как раньше назывались открытки? На рубеже 20 века, до середины 20 века открытки назывались как? То есть это, ну, порядком это лет 70. Может быть, кто-нибудь ответит в чате? Татьяна, вы мне подскажете, да? Давайте подождем, вы пока оставьте. Да, ну хорошо, да, это вопрос такой. Когда были открыты железнодорожные перевозки, это увеличило скорость, точность послания наших открыток, и начался бум вот этого жанра. А второй бум, второй бум, вторая ступень бума, это потому, что удешевилось изготовление бумаги, началось развитие технологии печати. Удешевление бумаги резко толкнуло людей на покупку недорогой открытки. И, конечно, туристический взгляд, путешествия по миру способствовали формированию вот такой нашей любимой открытки. И статус популярного хобби он имеет во многих странах. Кто-нибудь ответил? Да, много. Давайте я вам почитаю, пока не говорите, какой из них я. Давайте, давайте. А что мне самое нравится? Даринки, открытое письмо, карточка, так, карточки, открытое письмо, карточки, марка, почтовая карточка, марки, карточка почтовая, открытое письмо. Ну вот вроде все прочитаю. Так, хорошо, правильный ответ. Открытое письмо. Браво! Молодцы! Молодцы! Хорошо. Ну вот пишет одна из частей, что похож на льва, бычок получился. Ну да, А вы сейчас можете регулировать, вы можете его носик дать побольше, тогда он будет более мультяшным. Вот носик, если вот эту часть сделать побольше. Можно щёчки сгладить, можно уменьшить голову, то здесь, конечно, это же модульное рисование, из этого можно легко сделать и льва, пожалуйста, конечно. Сейчас я буду здесь делать, уже можно рисовать? Нет, я ёлочку сделать хочу, вот так вот у меня ёлочка. Ёлочка треугольничком будет. Давайте, подождём, ответим, нарисовали бычка. Ну, смотрите, это бычок ещё первый, второй будет рисовать. Это эскиз, мне же так хочется. Да, если мы будем очень долго ждать, мы не успеем много рассказать, показать. Вот именно сама открытка, тоже много вопросов бывает, когда уже дальше рисуем. Давайте, пока. Я просто рисую простую ёлочку. Это, да, самое интересное здесь, самое тяжёлое, это создание композиции. А техника выполнения проще, при том, что я могу вам сказать, дорогие друзья, если вам тяжело, вы владеете тонкой кисточкой, здесь можно применить хитрость. И если у вас есть ребятишки, вы можете вместо кисточки использовать контур по стеклу и керамике. Вот если у вас есть внучки, у них наверняка есть такие вот контуры. Они разные бывают, они бывают в бутылочках, крупные, маленькие. Они продаются во всех канцелярских магазинах, даже в такой провинции, как у нас. То есть это техника рисования без кистей фактически. Дальше я рисую здесь забор. И забор можно нарисовать, вот, закончив. Вот сюда можно заборчик нарисовать. Ну, просто в передний план обозначить. Вот так. Потом мы разберёмся с ним. Теперь наша задача заполнить верхнюю часть. Но не только заполнить верхнюю часть можно. У меня, например, здесь вот надпись стоит. Пожалуйста, можем вот здесь по центру надпись написать 20, 21. То есть вот он ровненько у нас вот здесь будет идти. А вот в этих местах у нас могут быть птички. Птички рисуются кружочками. Например, у меня два снегиря. Я могу один снегиря, одного нарисовать. Посмотрите, второго. Можно его посадить на рожок к нашему бычку. Давайте посадим к нему. То есть художник уже сам определяет место расположения. Для этого, вот когда вы будете заниматься с детьми, лучше всего вырезать это из бумаги. Вот вырезали кружочек, потому что он должен соответствовать размеру птички. И вырезали, и его двигаете, где он приживется. То есть должна быть подача так называемого гармоничного восприятия. Меня очень часто дети спрашивают. Зина Владимировна, а что такое гармония? Вот вы все время говорите гармонию. Я говорю, ребята, очень просто. Вы убрали у себя в комнате. У вас гармония? Да. А если не убрали, тогда мама будет ругаться. То есть гармония – это когда все на своих местах. Ну а композиция? Нельзя ничего убрать или добавить. Конечно, можно в открытку. Открытка должна быть читаемая. Посыл в ней открытый. Итак, я рисую птичку. Вот здесь я располагаю голову, хлювик. Сглаживаю вот здесь спинку. И даю два крылышка. Вот у меня вот так летит наш снегирь. А здесь он будет сидеть. Сейчас я вот так отодвинусь. Он будет у нас сидеть. Смотрите. Конечно, здесь можно много чего добавить. Можно здесь всевозможных дополнительных вещей прибавить. Конечно, если вы владеете различными техниками, вы можете здесь какие-то облака дать. Вы можете рябинку здесь дать. Все, что относится с саночки здесь нарисовать. К примеру, можно валеночки, бочка нарядить в какой-то костюмчик. То есть это все можно сделать. Ну, а мы с вами переходим уже к выполнению эскиза на бумаге. Для этого я взяла обычную бумагу. Бумага формата А4. И она плотная бумага. И она не акварельная. Но если, друзья, у вас есть сейчас только акварельная бумага, вы потрогайте ее. Она с одной стороны гладкая, с другой ворсистая. И вот на гладкой стороне лучше всего и рисовать. Иначе техника тампановки не очень хорошо ложится на такой вот... Ну, то есть акварельная вообще не подходит, если лукоритм вот в одну сторону берем. Можно, конечно, можно. Попробуйте. Потому что ведь тоже же интересно же попробовать. Да, какой результат экспериментальный будет. Да. Ну, там, когда мы тампануем губкой, образуется воздух. Воздух. И вот этот воздух, он как раз и не очень хорошо прокрывается на нашем... Акварельной бумаге, да? Да, на акварельной бумаге. То есть акварельная – это все-таки рисование воздуха, можно сказать. Да, конечно. Я беру карандаш не такой. У меня был 10 бмя. Рисуем, точнее, уже 10 раз пишет вопрос. Можно рисовать, не нужно гуашью. Мы писали списки материалов гуаши. Конечно, конечно, гуашь. Рисуйте, конечно, гуашь. Сейчас я набросаю рисунок, покажу, как мы будем набирать на палитру и поэтапность исполнения. А для начала я рисую нашу бычка здесь. То есть вы, пожалуйста, переносите. Потому что объяснять сейчас я подробно не буду. Ну да, там схема лежит рядом, смотрите по ней. Можно ручками заменить контуры, конечно, Ирина. Конечно, конечно, да, да, да. Можно ручками, келевыми ручками. Конечно, все это можно сделать. Каждый раз он получается по-новому. Потому что все равно схема, она… Пишут, линии не видно, но сейчас задача… А, да, сейчас я убавлю яркость. Яркость убавлю. Да, и вам будет… Смотрите, у вас рядом лежит схема. Это точно такая же. Точно так же все. Перенос рисунка. И вам всегда, знаете, рекомендуют рисовать сначала на черновике, а потом уже тоненькими линиями рисовать на том бумаге, на которой будете делать открытку, создавать картину. Но там уже можно слегка… Уже вы отработали эскиз, композицию, можете ее перенести. Карандашик надо брать, конечно, не такой, может быть, яркий. Мягкий. Да, там я писала HB и достаточно. Да, потому что сейчас показано только, чтобы вам хорошо было видно. Можно вот копытца вот так поднять. Вот видите как. Да, у меня была история в жизни, когда у меня посреди учебного года, это был уже конец октября, это было, когда я делала, расписывала самовары по всему миру, сидела дома, рисовала, да, и мне позвали вести класс детей, которые… Иного… То есть, как же называется, дети, которые с патологией развития родились, они были объединены в один класс, и вот у них не было… Воспитывали их бабушки, в основном дедушки, или такие малообеспеченные семьи, они были сформированы в один класс, и у них было много рисования, четыре урока рисования в неделю, четыре урока трудов, четыре урока физкультуры, и вот меня пригласили в срочном порядке заменить учителя рисования. Вот, представляете, вот я пришла в класс, а у них ничего нет. Вот мы рисовали карандашами, рисовали, значит, и рисовали, понятно, все, мы рисовали с ним мультфильмы. Вот тогда у меня зародилась вот эта вот схема, схематичность изображения и подача материала таким образом, чтобы у всех получилось на пять. Вот с этими ребятами я за год сорганизовала четыре выставки. Вот. И как можно рисовать? Если хочется, можно рисовать всем, что захочешь. Мы вино мне рисовали, но мы тоже пробовали, мы рисовали очень крепким чаем, рисовали, то есть такой опыт был у меня. Нам теперь надо еще, Инаита, попробовать вино. У нас курс, это курс чай-кофе есть, а вот про вино-то мы не подумали. А теперь вино-то я и упустила. Да, да. Потом перейдем на бренди, да, ром. Эх. Что о нас подумают? Вот сейчас я возьму вот сюда птичку, посажу прямо вот нашему бычку сюда. Пусть сидит здесь. Видно вам здесь все? Вот эту птичку. У кого-то уже очень быстро получилось, написали, что сразу на частях и стен рисовали. Молодцы, молодцы. Все. Я уже тоже закончила уже все. У меня уже все готово. Сейчас я убираю... А как сделать его добрым, спрашивает Наталья. А, сделать его добрым? Тоже очень просто. Но я хотела таким важным его сделать. Давайте сделаем его веселым. Пускай он будет веселым. У нас, как мы говорили, будем веселым. Хорошо. Для того, чтобы он был веселым, надо брелы поднять кверху. Давайте. Ирина Данилова пишет, ага, начали рисовать вином, потом раз, и красящего вещества до конца рисунка не хватит. Ну, уже такое. Выйти. Увлеклись тестированием качества краски. Поднимаем кверху. Он может быть и грустным, и веселым, и сердитым, и гордым. Вот экспериментируйте. Вот у кого-то получился наивным, напишет. А сейчас подождите. Мы сейчас же начнем рисовать с этой техники, тампановки, и там тоже может измениться все у вас. А, да, это карандаш, действительно, только нам... Карандаш – это ерунда. Это подождите, сейчас еще будем рисовать. Он уже изменил. Можно вот сюда бровки кверху поднять. Вот туда не нужно. Вот, пожалуйста, он уже такой-такой. Повеселел сразу на глазах. У нас не заскучаешь. Конечно, я детям, когда давала вот эту вот иллюстрацию мультфильма, тоже мы проходили эмоции. Как нарисовать их, как передать возраст, котиков, собачек. Так, и вот я сейчас приготовила кафельную плитку. Вот я пользуюсь кафельными плитками много лет. Они мне очень нравятся. Самое главное, они не впитывают красочку, они очень легко моются. и, пожалуйста, упало, разбилось, и ничего страшного. Как мы будем рисовать с вами? Мы будем сейчас, будем смешать краску. Сейчас объясню. Для каждой краски, у меня в каждой красочке, гуашевый, стоит палочка. Вот такие вот палочки сейчас вам продемонстрирую, которые у меня, спасибо родителям, детям, они мне приносят. Такие, видите, из кофейни всяких. И лучше всего такими палочками. Можно старыми кистями, деревянными древками. Вот красочку. Добавляем обязательно водички, чтобы красочка размешалась. Здесь у нас все гуаши чистые цвета. Чтобы у нас чистых цветов не было, нужно их смешивать. Поэтому сейчас мы будем смешивать на бумаге и рисовать вначале синий цвет. Голубое небо. Берем белый цвет. Его надо взять много. А вот сейчас я даже у меня есть гуашь. Вот такая, в такой баночке ее много очень. Видите, я размешиваю, чтобы она у меня была как жидкая сметанка. Видите? Вот так. Вот. Буду воспользуюсь этим. Рядышком я ложу тряпочку хлопчатобу влажную. Обязательно это моя помощница. Она немножко смочена в воде, чтобы было очень легко она вся впитывала все наши лишние красочки. Теперь возьму кисточку. Любую кисточку можно взять для размешивания нашего цвета. Если у вас есть в этих красках есть два цвета. Темно-синий и ультрамариновый. То есть если у вас надо два цвета создать. У меня есть темно-синий цвет. его надо совсем немножко. И ультрамариновый цвет. Ой, как мало. Сейчас утро сразу. И сейчас мы кисточкой будем намешивать. Обязательно водичку берем и намешиваем, например, вот такой голубой цвет. В гуаши-то два синих цвета. В гуаши-то два синих цвета. Мы не забываем про этот цвет. Называется она лазурь. Вот такой вот цвет красивый. Теперь смешаем с кисточкой. Он с красочкой. Синий цвет. Ультрамариновый. Вот такой цвет. Размешиваем таким образом, чтобы они были одинаковые по весу. То есть не было. Не напишут. Проверено. На рисунке А4 хватает одного бокала, если не облизывать кисточку. Вот так вот. Спасибо за совет. Я думаю, спасибо большое. Я так думаю, что когда закончится коронавирус, нам надо обязательно создать такой мастер-класс. Рисуем. Да, отметить. Когда закончат карантины, отметим мастер-классом. Да. Олеся, курс, которому можно научиться рисовать зверюшек веселых в декоративном жанре более сложного характера, вы об нем узнаете сегодня после мастер-класса. Это наш новый курс. Только что он разработан. Поэтому мы как раз сегодня его презентуем, как и другие наши курсы. У нас сегодня будет презентация трех курсов после мастер-класса. Подождите немного, и мы о нем расскажем. Теперь я начинаю. Вот когда навела два цвета, я начинаю вот так вот смешивать. При том, что вы можете поярче взять краски, а можете не столь яркие брать. Рисовать поле по 2 см у нас остается свободным. Поэтому я начинаю брать, например, вот этот цвет. Аккуратненько подхожу к нашему бычку. Можно поярче сделать, можно посветлее. То есть каждый тут выбирает свою позицию. Так как у нас птички черные, а внутри красные, мы их вообще можем не замечать. Или оставлять их вот так уместным. Потом добавлю другого цвета, чтобы у меня был другой цвет. и аккуратненько так вот обхожу нашего бычка. Вот здесь вот очень нужно, чтобы была такая красивая линия. Зинаида Владимировна, давайте я спрошу, получается ли тампановка. Давайте. Давайте немножко приостановим и посмотрим. Скажите, друзья, у вас получается вот работать губкой вот таким образом? Есть ли какие-то вопросы? Что-то, может быть, не получается? Давайте как раз сейчас можете задать преподавателю вопрос. Ну, техника, кажется, очень простая. Простая. В детском саду их исправляются дети. Да. Но вы знаете, что получилось аккуратно и воздушно, нужна нам некоторая практика. И небольшие вот такие тоже нюансы, которые надо уточнить у преподавателя. Можно помедлить? Не спрашивайте, Светлана. Конечно. А я тогда вам вопрос задам. Можно? Давайте задавать. Я увидела, что у нас сегодня есть гости и из-за рубежа. И я думаю, им этот вопрос будет легче всего ответить. Скажите, пожалуйста, знакомый ли вам жанр открыток, которые делаются в Европе до сих пор из подручных средств? Эти открытки очень популярны к Рождеству, к Дню Благодарения. Как они называются? Это огромная, огромная такая отрасль. Вот так называются эти открытки, которые сейчас очень популярны. Вот как популярны буквы. Кто не знает, какие начальные буквы имени. И до сих пор очень популярны именно из подручных средств. И даже в век технического прогресса открытка остается очень востребованной, актуальной. Особенно в авторском варианте. Скраббукинг, скраббукинг? Нет, похоже, рядом, но не то. Нет, не скраббукинг. Нет, нет, друзья мои, все пишут скраббукинг. Нет, на букву К. Это не наше, не наше, не в России, это в Европе. И название... Безвестный винтаж, Наталья пишет. А, да, красиво, конечно. Очень, но не то. Просто интересно. Пока еще ждем, интересно. Может, кто-то знает. На букву К. Может быть, кто-то знает, да. Людмила пишет, что... Ой, Елена пишет, что получается пупырышками тампановка. Это правильно? А, да, да, конечно. Чем, да, еще очень много там от тампановки зависит, какая у вас губка. Есть губки очень мягкие, мягкие, вот как в данном случае. А есть губки очень пористые, с большими такими, с большими как дырочками. Вот это тоже очень интересная вещь. Тоже вариации на разные. Вот можно применять. Например, где-то облака сделать более губкой пористой. Менять губки. Это тоже очень интересная вещь. То есть в этом направлении вы тоже можете себя... То есть здесь не должно быть... Не обязательно должно быть ровным. Вы можете, конечно... Нет, по бокам красивая должна быть линия. И заканчиваться она должна еле-еле заметной. Я имею в виду плотная тампановка, не обязательно плотным цветом. Она может просвечивать немножко. Да, да, да. А вот вопрос... Повторите, пожалуйста, как цвет голубой вы составили? Потому что, говорит, это ультрамарина. Я прослушиваюсь. Это ультрамарин. Это ультрамарин. Краска ультрамарин с белилами. У меня представлены в двух видах. В маленькой баночке. И вот сейчас еще одну покажу вам баночку. Вот такой. Теперь зачитаю. Зачитываю. Давайте. Давайте. Так, кардмейкинг. Правильно. Ну все, дальше мы читаем. Кардмейкинг. Да, да, да. Вот спасибо. Кардмейдинг. Кардмейкинг. Кардмейкинг. А, мейкинг. Потому что мейдинг написали. Я не некий. Да, да, да. Вот. Кардмейкинг. Да, вот Татьяна правильно написала. Здорово. Вот. Спасибо, Татьяна. Огромного спасибо. Вот. Особенно, особенно, конечно же, замечательно, если открытки сделаны своими руками. Авторские открытки до сих пор имеют огромную популярность в мире. Конечно. Да, конечно же. В соцсети продают даже сейчас. Наша аудитория покупает. Да. Есть художники, которые зарабатывают как раз к разным праздникам, продают свои открытки. Вот напишите, у кого есть, сохранились старинные открытки. Вот я коллекционирую много лет открытки старинные, только нарисованные, не фотографические. И интересно, есть ли людей, наших участников, еще люди, кто коллекционирует или, по крайней мере, дорожит этими открытками, которые были когда-то. Тоже интересно узнать. Да, это здорово, конечно, узнать, потому что можно ведь даже обмениваться открытками. Кто-то может… Есть даже целое общество, где коллекционеры делятся своим. А тем более сейчас можно просто поделиться фотографиями редких открыток, показать, не где-то сама открытка, поделиться и рассказать о ней, сюжеты. Вообще, это источник вдохновения, на самом деле, для многих художников. Да, это и не только источник. Это, понимаете, это часть семейной традиции, часть истории. Вот у меня есть, например, традиция. На каждый Новый год я каждый Новый год покупаю одну единственную игрушку, вот которая мне запала в душу больше остальных. Так, я убираю палитру. Потому что сейчас я буду делать оранжевый цвет. В гуашевых красках оранжевого цвета нету. Нужно смешать два цвета. Желтый, а там всегда кадми желтый средний, с красным. Ну, давайте я это продемонстрирую вам. Ну, есть тут участники, которые собирают открытки тоже. И Татьяна пишет. Есть, и Той. И Нина Андреева пишет. Есть старые почтовые. Наталья пишет даже открытки 80-х и новые. Ну, кто-то собирает, покупает сейчас. Надежда коллекционирует. Александра, ух ты. Вот здорово. Александра пишет, где в бубных коробке у неё. А у меня, например, в этом, в лубочное, этот самый, короб. В коробе у меня они хранятся. В старинном. Вот, Наталья пишет, тоже покупаем по одной игрушке в год. Хорошие, желательно, ручной работы. Да, 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 да. Смотрите, вот оранжевый цвет получился. Посмотрите, какой красивый, яркий. Можно его немножко пожелтее сделать. Может быть, он очень яркий, тогда более желтый надо красочку добавлять. Я могу сказать, Светуана говорит, не успевает. Друзья, вот эта тампановка, вы можете сделать её по-быстрому. Не надо сильно много. Сделайте немножко фоном. Вот, как успеваете. У вас будет своя какая-то композиция. Тут не обязательно прямо точно вот этот голубой. Да, 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 да. Может быть, какой-нибудь цвет сделать. Сереньким цветом можно сделать небо. Потому что у вас оранжевый бычок, и серый цвет, он максимально подходит. Вот обратите внимание, серый цвет я сделала вот здесь вот. Видите, вот как он красиво смотрится. Но здесь не рыжий, а вот здесь рыженький. Вот, ну проверить рыжий цвет, это вот. Оранжевый с голубым, вот сочетание такого цвета. Да, очень красиво. Жёлтый, жёлтый-голубой цвет, это, жёлтый с голубым, это один из рекламных цветов, которые называются явления. Ну, а я продолжаю. Я вот сейчас вот этим цветом буду делать нашего, нашего бычка. Здесь ещё нужно охристый цвет приготовить, потому что у нас ушки будут охристого цвета. Сейчас возьму палочку. Охристый цвет есть у вас, друзья? Пожалуйста, положите немножко охристого оттенка. Вот, и мы начнём именно с охристого оттенка, а потом будем подходить к оранжевому цвету. Берём вот такой кучёчек. Да, спрашивает Ирина, а ёлочку мы затампоновали специально? А, это да, специально, не волнуйтесь, иначе белый снег на ёлочке не будет виден. Всё, это обязательно, здесь нет никаких непродуманных шагов. Понимаете, чтобы создать одну открытку, приходится делать несколько вещей и запоминать. Вот беру я сначала, делаю ему, да, вот, чёлочку сделаю, затампаную. Можете сказать, что как составлен этот цвет? А никак, это цвет охры. Это охра, которая продаётся вместе в наборе с гуашей. Рисую я художественные гуаши. Три вида у нас гуаши. А Ольга пишет, что у неё есть открытки Рождества, на чердаке старого дома нашла. Ой, как здорово, это хорошо. А у меня дочка нашла на чердаке старые игрушки, целый набор. И даже пластиковую ёлочку 60-го года. Так что вот такое вот. Рожки я хочу сделать с золотой краской. У меня, например, золото, моя любимая фирмы Тури. Если у вас есть золотая краска, делаем золотым. Нет, сделаем жёлтыми или охристыми оттенками. Сейчас обычка сделаю. Дело в том, что чем хороша эта история с гуашью, потому что она перекрывает. Эта краска не такая прозрачная, как акварель. И можно делать даже до двух-трёх слоёв. Но очень много тоже нельзя, потому что гуашь потом может и растрескаться и отвалиться кусочком. Поэтому здесь всё так делается. Чем точнее вы хотите подойти к этому бычку, чем точнее, тем больше вам надо... Меньше у вас должно быть квадратик в руках. Меньше. Я теперь беру оранжевый цвет. Наталья, фирма Тури, акриловая краска фирмы Тури. Но можно любую акриловую взять. Да, любую можно. Если у вас нету даже такой вот акриловой краски, вы можете взять... Вот у меня вот здесь лежат вот такие вот краски, эти контуры. Контуры по стеклу, по керамике. Они у меня тоже есть. Там та же краска, кстати. Вот есть и серебряная, и золотая. Если даже просто баночка есть у вас пустая, вы можете туда сами потом доливать жидкую акриловую краску. У вас она будет долго служить. Вот, кстати, вот у меня есть золотая акриловая краска. У меня их несколько вот таких вот. Они есть разных оттенков. Тоже очень интересно это. Ну и, конечно же, это особенно интересно с детьми заниматься. Дети очень любят заниматься с контуром. Ну а я оранжевым цветом делаю вот эту мордочку. Можно глазик закрашивать во время тампановки, потому что он будет черного цвета. Хвостик рыженький. Хвостик рыженький. Можно даже вот тут же домешивать. Где-то желтенького добавить, где-то можно в пятнышку сделать. Вот дети очень любят с пятнышками работать. То есть, чтобы бычок был такой вот. А я хочу, чтобы у него были и рожки золотые, и золотые копытца. Губкой очень легко сделать объем, передать объем. Сверху желтым цветом на ушках я тампаную для того, чтобы у меня ушки были разделены на две части, на верхнюю и на нижнюю. Хвостик добавлю, чтобы он был такой более объемный. Вот Ирина пишет, что можно просто раскрашивать, а то у меня за контур заходит. Так за контур и может заходить. Так оно и будет заходить, конечно. Это же для этого и есть эта техника. Просто нужно более маленький кусочек губки брать, чтобы было более точно. А он такой, получается, пушистенький, чем и интереснее. Да, он такой вот, знаете, живой. Как раз контур должен быть перекрыт, чтобы его не видно было, этого карандашного контура. Вот у меня здесь надо белым цветом сейчас покрыть. Я хочу грудку и вот здесь носик. Как это сказать? Переносится, да? Да. Да. Можно, конечно, и раскрашивать. Ну, конечно, можно и раскрасить. Ну, а как? Вот. А теперь можно, например, взять маленькую губку, еще меньше сделать и сделать пузико у птичек. Почему? Потому что они должны быть не одного цвета. Они, например, у меня будут красные и немножко с оранжевым. Вот я возьму красный. Маленький такой возьму. Вот так вот соединяю. Конечно. Ну, вот так получается маленький. Теперь сделаю. А можно ватным палочками сделать? Нет. Потому что никак они потом лохматятся. Вот так. И сделаю оранжевого. Чуть-чуть. Ну, кто знает, какого цвета. Вот кто у меня? Мальчики с нигерей или девочки. Вот там дети у вас есть. Пусть они подметят и скажут. Кого я нарисовала? Мальчиков или девочек? Взрослые-то уже знают. Пусть молчат. А вот дети, они пусть ответят. Сейчас мне нужно сделать розовый цвет для нашего носика. Поэтому я беру белый цвет и добавляю. Можно добавить бордового цвета или красного. Вот у меня бордовый цвет пусть будет. Так хорошо видно. Вот не знаю, четкость. Мне кажется, размыто немножко. Сейчас я проверю. Подождите. Давайте я камеру сама включу. Сейчас. Секундочку. Я умею это делать. Сейчас. И сейчас я сделаю еще раз. Дело в том, что в этой программе, в которой мы сейчас работаем, она не... Ну вот, смотрите-ка, четко. Стало четче, но просто вы поправили. Нет, то же самое. Ну, пишут вот мутное изображение. Вот не знаю, почему. Давайте сейчас я посмотрю. Вот в этой программе, когда вот я курсы записываю, там качество великолепное. Ну вот видите, вот все четко. Ну, посмотрите. Не очень четко. Давайте заставим больше. Давайте. Поставьте, пожалуйста, нет. Давайте. Я на носу вот так положу. Попробуйте. Мне кажется, вот так вот четко. Ну, может быть, чуть лучше. Ну, давайте. Как-как. Ну, по крайней мере, это уже реально лучше не делать. Странно. Немножко убавлю сверху свет. Чтобы вам... Вот когда свет такой яркий, вот так вот немножко, когда потемнее, он так более виднее. Вот у меня розовый цвет. Это розовый носик. Кстати, вот эти губки вы можете сохранить. Вы можете их побросать в баночку с водой, потом сполоснуть, и они у вас снова будут дели. Мы делаем носик, потому что после белого надо носик сделать. Можно сделать объемчик небольшой. То есть выступы на носике, на нашей передней, можно сделать с белым оттенком. Чуть-чуть вот сейчас я белого добавлю вот сюда, прям на губку. Оттампоную. Вот здесь делаю щечки более белого цвета. Вот так щечки. Вот. И теперь у меня остается подкрасить наши рожки и копытца золотым цветом. Но это я делаю при помощи кисточки. Кисточка у меня белича номер два. Рожки делаем. Дело в том, что на бумагу золотой акрил ложится на белую бумагу. Не так, как хотелось бы. Ну, не хватает яркости. Поэтому можно на два слоя положить. Высохнут еще раз. У вас будет более яркий цвет. И блестеть будет он после высыхания. Так, ну что, дети не ответили? Ответил кто-то, ну не знаю, дети или нет, но написали нам частенькие, что это мальчики. Правильно. Мальчики мальчики. А девочки серые, пишет Елена Дина. Ураль. Они охристые такие. Не серые, они охристые. Я точно могу сказать. Да, вот пишет Светаля, что это иллюзия, что размыто, контур-то размывается. Ну, конечно, четкость не такая, как в уроках, потому что уроки пишем уже на камеру статично. А это идет прямая трансляция, через еще нескольких, нескольких программ участвуют в этом. Поэтому, да, здесь, конечно, не совсем так прямо уж четко. Ну, постараемся уроки у нас действительно записать на камеру у нас получается намного лучше. К сожалению, вот на прямых трансляциях есть свои минусы. Да, теряется вот это вот, ну, так, положу рядышком, теряется здесь качество, и камера не настраивается. Вот бывает. Ну, сегодня рисунок довольно такой крупный, и тут мелких особо деталей не очень. Вот, теперь мы берем это. Да, да, да. Если что-то непонятно, кстати, какая-то деталь мелкая, как она получилась, мы можем на это показать отдельно. Потому что непонятно, можете написать. Теперь нам нужно сделать облака белым цветом, беру белый цвет. Ирина пишет, не помню, почему у меня получается не очень аккуратно, захожу за контуры. Ну, и хорошо, пусть, но потом мы это подправим. Это техника такая, когда нужно заходить за контуры, но не сильно, немножко заходить за контуры. Он пушистенький должен получиться. Я рисую вот такие вот облачка при помощи. Просто белого цвета. Совсем недавно я узнала, что еще у нас есть, оказывается, российские символика года. Будет какой-то там петух красный. В марте будет по славянскому календарю год петуха, какого-то петуха там. Какого-то петуха. Не поняла, я уже забыла, как вы сказали. Можем петухов порисовать потом. Ну, петуховка. А нам-то, знаешь, как это, повод, был бы повод. Да! Это как был бы повод выпить, да. Порисовать вином. Не так. А мы всегда будем рисовать. И тем более петухи, это прям тоже любимая тема. Ой, я обожаю, я просто обожаю петухи рисовать. У меня большая коллекция. Я уже знаю, какого петуха я хочу уже нарисовать. Просто хотя бы для того, чтобы показать. Очень красивые петухи получаются у моих учеников. Так, а теперь, смотрите, вот у меня здесь забор. Забор можно нарисовать как при помощи губки, так и при помощи кисточки. Кисточку лучше плоскую. Плоской кисточкой очень легко забор рисовать. А, кричащего петуха. А, вот, кричащего. Ну, хорошо, пусть будет кричащий петух. Да. Да, я вот все время, я удивлена, что у меня сын так любит петухов. И разводит этих птичек. Увлекся птицами. И теперь у него фазаны и петухи. Приезжайте. И гуси, и утки. И даже вот теперь эти павлины. Вот так можно сделать. Ну, мне кажется, лучше сделать поровнее. Чтобы забор не был таким ярким, можно добавить оранжевый цвет. Чуть-чуть. Вот заборчик показать. Пусть он будет такой покосившийся немножко. Может быть, три палочки, четыре. Просто делаем. Не нужно нам ничего такого. Заборчик нарисовали. Мы его привяжем, бочка. Вот. Что нам еще остается? Нам нужно елочку нарисовать. Вот елочка я буду рисовать при помощи краски. Краска у нас ярко-зеленая есть в гуаше. У вас есть гуаше. Вот мы сейчас при помощи этой ярко-зеленой красочки нарисуем нашу елочку. Вот. Рисовать мы ее будем при помощи кисточки. Вот. Она какая-то... Хочется мне немножко синевы добавить в нее. Поэтому я возьму, добавлю ультрамаринового цвета немножко. Вот Ирина пишет. Забор покосился. Погнет он 20-го года. Это уже пасть. Да. Может, свой бычок покачал немножко. Да. Рисуем елочку. Видите, я синенького добавила. И добавлю сюда так веточку. Такая условная у нас будет елочка. У меня на курсе много елочек нарисовано. Я думаю, что вы найдете для себя ту елочку, которая вам больше всех понравится. У меня видов больше 20. Кто-то из учеников у меня даже подсчитал. По-моему, 25 или 27 елочек у меня видов. Елочка очень простая. То есть она сохнет, потому что она у нас будет украшена или золотом, или белой красочкой. Сейчас мы нарисуем глазки и наших снегирей черным цветом. Вот это называется контрастность. Очень часто начинающие художники, даже дети, вот дети не так боятся, а взрослые боятся добавить черного цвета. У меня крылышко. Я сначала птичку вам обведу, чтобы вам было видно. Очень просто. Видно вам? Видно вам? Все. Они такие у нас, видите, графичные. У нас мы не рисуем какие-то пюрышки. Потом белым цветом нужно нам добавить. И рисуем глазки целиком черного цвета. Вот. Теперь у нас мы переходим уже к тому моменту, который нам предстоит сделать. Это делается разживка при помощи или кистей тоненьких, или при помощи контуров. Друзья мои, у вас есть кисти или контуры? А вот еще хвостик. Чуть-чуть. У меня темно-коричневый цвет. Я немножко сюда вот так в ушки добавлю. Как would you like? Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. вот золотая краска у меня практически высохла я не буду еще раз накладывать потому что я хочу рожек дать объем объем можно дать как золотую каким цветом вот я возьму оранжевый цвет сделаю объем рожек можно темненьким коричневым цветом украшаем . носик сейчас делаем с ним возьмем оранжевый с коричневым смешаем вот у нас прямо на палитре и получится тот темный цвет который нужен для обводки бычка кое-где мы не обводим специально личиками если темновато можно белую добавить щеки поставим подбородочек можно добавить его уплотнить немножко он добавить это копытца разделить это те моменты которые вы сами решаете как делать на своем сувенире таким образом ну а теперь ответьте мне пожалуйста уважаемые взрослые потому что этот детский вопрос на детский вопрос мы сейчас поиграем свою что где когда пишет виктория хорош парень хорош парень про ивана вопрос детский я задаю вам значит детский вопрос как сделать так что надо сделать чтобы полюбить свой рисунок вот мы с вами рисуем героя что нужно сделать чтобы нам его полюбить так попроще вам скажу не на глаза мрачные это еще не готов это не готовы что еще подождите еще же вот сейчас глаза будут а если пишет ирина оба прекрасны мы засмущали сегодня гостя хотя он очень давно уже где-то онлайн уроки но как бы время прямых эфирах это скажем не всегда себя чувствует все так а мне очень да мне очень мне очень приятно что мы приглашаем наш вот у нас у нас есть клуб мы приглашаем гостей и это у нас уже становится традиционно сейчас или правда начали а я говорю уже традиционно потому что я к этому шла очень-очень хотела давно и я знаю кого я еще хочу увидеть а вот вот полосочки с двух сторон и точка то есть всего лишь точка две полосочки получать объемный глазик да все здесь очень просто а на детские цветные полосочки сделать у него глаза будут цветные или не получится нет 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 не надо нам у нас белый цвет все все просто если бы это мы рисовали с натуры бычка это была бы другая история давайте сейчас подвечу прочитаю что написать давайте давайте ну-ка как полюбить своего героя был вопрос да да пишут елена пишет не напишет и так ну дать герою имя молодцы пошел дальше написал придумать его историю вложить душу в рисунок рисовать желанием настроение чтобы была любовь и радость какие вы молодцы все правильно дети говорят ну как же так мы рисовали успокаивает кого-нибудь ребенок который сам там лет восемь другого успокаивает и говорит я знаю как полюбить как полюбить твоего волчонка мы волчонка волков зайцев и вот медведей рисовали накануне да потому что ты имя не придумал вот придумай имя и тогда у тебя будет уже совсем по-другому ты будешь рисовать вот так успокаивает вот восьмилетняя девочка мальчика представляете который сам волчонок я вот прислушиваюсь дети иногда такие вещи что-нибудь скажут что блеск на золоте да обязательно копытах что потом я удивляюсь нам надо же как интересно а золото еще белым да динантония да золото белое да а я еще это хочу вот зал золотом покрыть нашу елочку вот так а еще же можно здесь сюда придумать все что хотите вот можно дать колокольчик нашему бычку да что еще можно придумать здесь вот я уже говорила поля дать ему саночки например или варежечку положить сюда можно вот просят очень пожалуйста комментируйте что рисуете а я снег накладываю это снег и накладываю вот я накладываю снег сейчас при помощи жирной золотой краски на палитре у вас сидит белка точно я вижу где где поставьте что было белка сейчас накладываю динаида снег золотой краской можно белой сделать наверно она будет теряться золотом наложила можно белым цветом положить вот сейчас хочу написать текст текст вот для текста совет всем кто пишет текст на открытках одно дело если вы рисуете текст тоненькой кисточкой другое дело от лучше всего брать кисточку которая срезана тоненькая кисточка вот так обрезаны или синтетическое в данном случае мне синтетика в руках потому что именно ей писать очень легко цифры конечно лучше все цифры можно по прямой здесь у меня исчезла моя рисунок ну вот посмотрите как просто рисовать кисточкой можно не писать это дорогие друзья это ручкой но можно можно в крайнем случае взять какой-нибудь как называется вам с дырочками шаблон и не шаблон как до обводит чтобы не испортить открытку можно выложить из золотинок можно клеем а кстати если сделать с точечками тогда неровности вот давайте подсказывайте что еще можно сюда дорисовать девочку на елочку а не получится давайте вот здесь я да то уже много иначе она заборчик белочку тоже много зачем нет она будет нельзя но тоже наживы что нет и животного мира нельзя иначе перетянет все на себя будет смотреть не добычка а что это такое тут нет нет вот именно спрашивает у меня акриловое золото более темное можно смешать с белым акрилом можно ли вы смешать попробуйте я не пробую сама же акрилом получается довольно грину так грязновато серость какая-то получается прямо смешивать смешивать не стоит лучше написать а сверху белым да 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 язык бычку язык сделать а сейчас сделаем а давайте колокольчик можно сделать золотой колокольчик хорошо как называется колокольчик как называется колокольчик быстро пишите давайте да кто знает как у коровок у коров быка как называть колокольчик снежинки еще пишет можно да 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 золотым до снежком таки да можно веревочку веревочку привязать давай бычка чтобы не убежал это колокольчик сейчас сороку нет сороку от лишних много персонажей не надо не надо птички бычок это прямо вот все мне кажется лишних не надо композиция тоже требует не перебарщивать с элементами какие-то буквально детали в деталях конечно кроется интересный интерес потому что рассматривать конечно хочется когда много деталей но смотри каких так но читаю что же так что бубенец бубен бубенчик батала батала бубенчик а ну вот это же била бубенчик нет не бубенчик не батала и не била да ботала 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 вы даже не слышали никогда не слышали что ботала александр хочет галстук бабочка а мне потом пришлите пожалуйста вот 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 ну чё вот секунда бы назад бы я нарисала галстук бабочка ну кто-то может привяжите бычка то что ваш бычок не убежал для можно можно и можно к забору привязать да 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 говорите что вы делаете ну а я сейчас думаю вот вот я то уже завершила все думаю надо бы добавить может быть снежинку сюда для можно добавить снежинки золотом значит у меня перевернула кисточку и деревянным деревком золотые снежинки ставлю где-то кучками их много а где-то чуть-чуть то есть это завершающий вот обратите внимание что когда же колокольчик и наши и ленточка она не просто одним цветом а сделано более перекликается и перекликается красным цветом отмечена и тогда она более живая получается да можно елочку бей голубеньким снежком посреди нюансы они посмотрите каждый может свои добавлять да тут очень важно это будет уже ваша авторская куда можно же сразу было нарисовать например задумать сорока петит можно было и сделать из сорока я тут как кстати вот пейзаж мне очень нравится у меня есть акварельный пейзаж с сорокой тоже интересно мне нравится картинка есть наверху написано 20 2021 год она внизу уже не надо внизу можно поэтому и да внизу но внизу вы должны поставить свое авторство обязательно писать а вот берете вот цвета оранжевым или красным или светло-коричневым и вот под забором где-то вот я пишу чтобы как пишет надежда надо вместо ёлочки сток сена чтобы задобрить у юмора очень ну вот мне так понравилась просьба с бабочкой думаю действительно надо было с бабочкой сделать него успела конечно можно его и здесь и дальше придумывать что-то но я думаю здесь должно быть очень цельное восприятие это подпись вы поставили да да и г з и г вот так поделкой подарочек ну давайте рисуйте что ж но не найдет вадим например сейчас нужно здесь еще подарочек рисовать подарочек но можно но ведь у нас колокольчике этих не было полоколочек а можно было бы рисовать здесь и нас такое знаете какой-нибудь какой не знаете там коробочку с бантиком мне кажется ничего больше не надо настолько да 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 симально все таки композицию главное не испортить да 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 создали старый а то уже будет знаете как и мед надо как мультфильме да все надо нарисовать все абсолютно реснички то забыли бочку реснички вот вот вы понимаете вот что вот наверняка если меня сейчас были ученики они бы сразу бы это заметили это вот дети очень особенно девочки ряд ну как же так реснички ну да реснички снег на заборчике положен вы видите сверху такие шапочки снега лежат но можно на перекладинку еще на перекладинке можно сейчас я положу на перекладинку спасибо вот так уголочкой мне очень понравилось друзей вместе с вами сочинять и я думаю что это нужно будет как-то нам еще встретиться и вместе какую-то историю обыграть мне это очень нравится да пишет колокольчик это как куранты нового года тоже уместнее ой как хорошо куранты точно вообще когда мы рисуем такую вещь мы должны думать о символах да она должна быть говорящим такая открытка 1 символ все-таки мы используем то здесь конечно да вообще любой роспись вообще много символов росписи они собирают традиционную то есть конечно рисует даже картины просто рисует когда изобразитель творчества все равно художник что-то чувствует что-то переживает нам передает да 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 а белки глаз бычка нарисовали серым цветом нет не стала рисовать белки на черное пятно чисто черное пятно сбоку полосочка слева справа и . можно создать у нас еще знаете вот есть три бычка три картинки и уроков по не записывали просто как образцы сделали если будет успеем сделаем небольшие мини уроки серию нашей группе будем писать и потом предложим вам кто захочет может приобрести такие небольшие недорогие мини уроки с бачками если это и конечно вам интересно вот они больше такому графическом тоже деле много очень линии тоненьких таких вот дикталей на самом деле может быть кому то интересно будем ждать ваших тоже рекомендации пожеланий по этой теме не хочется углубляться именно в не нашу символику потому что на школу все-таки русская роспись мы просто пошли на встречу просьба многочисленных наших участников это да конечно другой стороны это все равно какое-то вот приятие детское наверное и поэтому мы все-таки делаем такие уроки но как бы не кладем смысл какого-либо символа определенного какой изначально имеет ну что ж друзья ну вот еще сейчас мастер-класс завершаем но у нас сейчас есть рассказ про наш новый курс про курс ивана покажем вам мы хотели бы вам об этом тоже рассказать показать потому что мы приглашаем на обучение для того чтобы вы могли создавать уже такие подарки сувениры открытки не спеша руки все в записи то есть сейчас эта демонстрация это не стоит цель сейчас на вебинаре вас научить ну поверьте мы вы хотели но это невозможно во первых да то есть нужно последовательно все таки и смотреть урок когда можно остановить на паузу спокойно порисовать спасибо за ваше сообщение пишут красивые бычки сказочные персонажи наших сказок и вот сейчас мы вам как раз покажем а то то что вы увидите какой новый курс когда я найду его разработала то она сказала что я сделаю так чтобы персонажи были не наши русские похоже на иллюстрации наших всем знакомых сказок и иллюстрации художников которые мы видели в детстве на открытках или в книжках детских вот именно такой курс она и разработала и о нем немножко позже сейчас подождите я жду пока вы напишите нам свои пожелания и продолжу свой рассказ сейчас вас тоже не видео а слайды появляются на экране пишет товара что трудная работа смотришь как знаете ловко делает думаешь все сделает также не тут то было или все мелко нарисовала практика конечно смотрите не критикуйте себя вот вы пишете да ну бывает что-то испортит и художник профессиональный да где-то смажет где-то кляксу поставить у всех это бывает друзья мои а тем более когда вы рисуете на вебинаре вы торопитесь ваша задача не создать какую-то прямо сейчас открытку посмотреть попробовать потренироваться потом спокойно сесть и по памяти порисовать уже это как раз хорошая тренировка памяти мозга поэтому рекомендуем вам потом порисовать тем более будет повтор этого вебинара совершенно бесплатно вас всех пригласим на повтор так есть и вопросы знаете в один давайте я буду рассказывать и посмотрите пока может напишите в чате ответы на хорошо давайте я перехожу в чат дорогие друзья и читаю ваши вот предложения ваши сообщения единственное что был вопрос про стекло и наверно все-таки голосом ответим давайте вот что урина спрашивала каким красками цветом на стекле если расписать спросил да как раз тоже вот окно к новому году дорогие друзья окно к новому году лучше всего расписывать зубной пастой у меня записан видео показ как расписывают зубной пастой на окне прямо и вот этого бычка можно запросто перенести на окно и вообще наш праздник он начинается с нашей подготовки я несколько лет назад ездила в деревню валешно где живет сейчас рыжий бычок и расписала окна зубной пастой потом приезжая летом а эти окна все сохранены горитом и даже не смываем нам так нравится понимаете это же купить там потратить 40 рублей на эту зубную пасту развести и рисовать на окне это уже великолепная великолепная подача праздника дорогие друзья вот щедро делитесь этим да если именно на окне то зубная паста идеально потому что не пачкается вы потом когда протрете даже больше блестеть это даже полезного и для стекла и паку как расписать стеклянную баночку с чаем с кофе или стеклянную тарелку или какой-то другой вазу как работать с росписью по стеклу у нас есть уроки также есть и фото над курсе который предложим вас тоже есть уроки есть и мы вам тоже вышли мне большой мини ролик на котором это показывает как подготовить такой стеклянной поверхности очень не сложно на самом деле вы увидите губкой раскрашивать было сложно потому что любой новый инструмент требует к нему привыкания необходимо повторять и приспособиться к нему это абсолютно любого инструмента касается так давайте я вам расскажу о наших курсах которые мы подготовили для вас курсы подготовки к празднику для создания подарка праздничного настроения украшения интерьера этот сегодня у нас будет как наш курс уже знакомый нашим уже участникам и выпускникам школы участникам клуба так и новые для них будут ну а для тех кто сегодня впервые в нашей школе я думаю и курс который мы хотим представить первым новогодний сувенир тоже для них будет интересным и этот курс состоит из 10 уроков на нем вы сможете освоить и создать как серию открыток рождественские открытки новогодние или панно а также научиться расписывать шарики новогодние маску новогоднюю тарелочку научитесь рисовать синичек снегирей зайчиков и также примерно такой техники пановки зайчик олень собачка этот простые сюжеты именно декоративно-реструктивном жанре также вы сможете освоить и расписать бутылку шампанским и поставить на стол это поверьте будет очень празднично нарядно и необычно да вот на столе стоит такие . шампанским украшена сюжетом с пейзажем русским русской зимы деревенькой какой-либо это пока все на уроке есть подробно рассказано как подготовить материалы как стекло подготовить как расписать ирина и расписывать по стеклу можно как цветными красками но это не касается окна окно нужно делать только белым потому что иначе у вас будет на окне не нужно цвет цвета добавлять поверьте белый цвет достаточно кстати можно использовать губку виде тампановки и вот например бычку нарисовать за тампановать и мордочку а глазки протереть ватной палочкой если это интересная тема роспись окна мы как раз собирали записать такую уроку зинаида она нарисует на стекле бычка давайте я запишу это видео давайте у меня четыре окна давайте и белочку там и бычка с этим с бабочкой хорошо у нас будет еще один урок уже более развернутый подробный мы сделали как сделать пасту как сделать вот размешать это тоже важно и вот тем кто идет на курс этот урок будет входить в состав мы обязательно это запишем в ближайшее время здесь это интересно мы как раз собирались делать но и сейчас посмотрите эти десять уроков которые вам предлагаю в курсе земли в сувенир как раз позволит вам вместе с детьми позаниматься наш сюжет сюжеты несложные расписать подарки и расписать украшения и кроме мелких каких-то изделий миниатюрных как такие как шарики вы сможете создать несколько больших крупных панно как картину который тоже украсит ваш дом ну и как как я сказал уже рождественские сюжеты там тоже присутствует вот один урок там разных два ангела вы рисуете открытки и рождественский канал а вот про новый курс хочу вам рассказать смотрите сейчас вам покажу новый курс еще мы не показывали никому сюжеты может кто-то видел одно только иллюстрации с бычком но вот знаете владимир она решила создать уроки как раз животными которые будут выглядеть как из доброй сказки вот такой бычок который в принципе можно не обязательно к новому году нарисовать как открытку он везде вам пригодится потом с детьми или нарисуете он просто очень милый и хороший он заглядывает вам в дом заглядывает ваши ворота или вашу дверь посмотрите и на фоне зимнего леса который тоже вы узнаете как создать как создать такое небо зимнее с закатом тоже интересные нюансы в открытки но они создают впечатление объема и настроение придает и даже знаете как вот такой сделать дверь или заборчик под дерево как вот сделать как создать такой фон тоже об этом вам знаете вам покажет и расскажет на этом уроке то есть урок очень многоплановый не только нарисовать такого бучка интересного более сложного чем сегодня вы рисовали здесь уже не будет техники тампановки здесь вы рисовать будете кистями гуашью или акрилом на ваш выбор водорастворимыми красками но уже много деталей это уже более высокие художественные навыки получите на этом уроке хотя действительно вы сможете пойти туда если вы не интересовать я правильно говорю это новичкам по силам нарисовать такие сюжеты да новичкам по силам я буду рассказывать очень подробно как набирается техника рисуется это небольшими кистями не больше номер четыре рисуется переходами очень постозно и поэтому получается он очень объемно новичкам тоже будут они у меня эти уроки будут для новичков понятные да также будет построение четко указана схема как построить фигуру животного и вот на втором уроке вы можете нарисовать такую сказочную ситуацию сказочный сюжет детьми рисовать рассказывать и придумать им сказку как ворона дарит сыр лисичке в новый год и елки здесь заснеженные тоже нарисуйте ворону тоже все это будет очень подробно показано и рассказано и звери здесь конечно они были объемно даными так скажем более живо хотя это тоже декоративно-иллюстративный жанр на третьем уроке сможете нарисовать открытку с зайкой и зинаида зарисовала зайку такого не избитого зайца многие люди рисовать не избитого смысле не побитого они шаблонного потому что за и зайку многие рисуют он действительно представляет символизирует такое милое животное но она создала такого русака больше такого поджарова да который бегут бежит по лесу зимой вот на такой полянке присел с яркими гроздьями рябины тоже создается такое праздничное настроение и здесь интересная цветовая гамма если что-то подскажете что я еще не сказала про сюжета мне хочется чтобы вы поняли что это не просто какие-то рисунки а нашей школе даются не тот принцип повторяй за мной копируй у тебя получится то же самое а каждый урок несет тебя целую гамму художественных навыков знает возьму поскажите потому что друзья во первых очень здесь идет большое большой рассказ по цветоведению вы пройдете как подбирать цветовые гаммы вот например как нарисовать заснеженные деревья вот вы научитесь как подбирать различные гаммы небо чтобы это было во первых смотрелось свежо и очень интересно да и как изобразить ее гроздья рябины тоже будет очень я думаю это интересно будет научиться рисовать открытки это по формату открыток все сделано вы оформить можете открытки потом сами вот сейчас в данном случае они оформлены такие красивые рамочки вы можете сами использовать виде вот даже скрабукинка добавить к своим открыткам веса сделать даже двойное дно чтобы они были такие плотненькие если будет интерес конечно я бы хотел просить на 21 но так как курс у нас начнется 20 сейчас скажу короче он начнется через несколько дней до и еще уроки будут записаны поэтому я попросить хотел чтобы она показала образцы рамочек вот как сделать вот типа такого да 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 и цветопад это же очень да давайте рамочку тоже я могу показать конечно какой открытки лучше подобрать вы хотите какую-то сделать именно вручную работу рамочку нарисовать или спрашивает светлана чем покрыть открытку чтоб краски не смывались и не размазывались открытку это можно под стекло виде рамочки поставить но дело то что это гуашевая если вы гуашью рисуете то можно только сбрызнуть лаком для для волос да или акваланом из баллончика акрилом лончика если вы на расстоянии держите как разно не близко то у вас ничего не размажется получится прекрасно но рекомендуем попробовать это дайс открытка в подарок акварель акриловыми красками там вообще ничего там краски великолепно держится темперой акрил не требует никаких покрытий сверху эта краска не размазывается не пачкается сейчас обрамление открыток сделаны не нарисованы просто так вариант как предложение а я покажу на каждой открытки вот на каждом уроке как нужно оформить как подобрать цвет и как украсить хорошо на самом деле подбор рамочки очень важен чтобы не подавляла в рисунок а подчеркивала его и украшала рамочка на самом деле вот если взять тоже белочку сейчас видите на экране открытка с белочкой если убрать рамочку она проще смотрится а добавляем рамочку подобрать надо искусно она становится как дополнение и подчеркивает какие-то нюансы оттенков цвета и вот тоже сюжет белочка необычный такой несколько белочков в таком движении как нарисовать животное в динамике выживут интересная тема на простом примере на самом деле простой но тема сложная довольно-таки для освоения и поэтому урок будет очень подробный сейчас мы после этого курса расскажем про курс ивана эти курсы небольшие недорогие это мини курса можно сказать потому что вот открытки животными всего пять уроков будет будет дополнительные там видео записано по обрамлению знаете владимир то есть как бы все равно остается 5 уроков и вот пятый урок это сюжет с таким северным пейзажем северное сияние олень пасется в тундре интересно тоже как здесь такие обрамление тоже многоцветное тоже время нежное хочу сказать что это эскизы предварительные на уроке более подробно прорабатываются детали вот и очень подробно будет рассказано конечно каждому нюанс как построить эту композицию карандаше то есть вам надо будет мучиться думать а почему меня лентом непропорциональный как сделать его пропорциональным любую фигуру и на 2 на руках хорошо очень объясняет и так вот эти пять уроков курса вы признак рассказали вам рассказали про зимний сувенир но сейчас расскажу про уроки который нам предоставил он и у него есть четыре урока акварельные новогодние акварель это 4 открытки в акварели и они дают возможность вам всем новичкам прикоснуться вот к этому удивительному жанру сложному но в то же время очень привлекательному особенно именно для жанра открыток рисовать конечно можно и новичкам но на его курсе приходит иногда те кто владеет и не находят у него в руках и пишут в отзывах что для них это было очень интересно так как они узнали много нового и конечно кто владеет уже этой техникой дополняют эти сюжеты уже каким-то своим нюансом как вот я сегодня показывала с теми же елочками кто-то по ему проиграл а кто-то вот сделал такой замечательный кактус более веселым с глазками там с очками и украсил по-своему то есть тут уже доступны какие-то более свои авторские прочтения но основы которые дают вам она здесь будет на этом курсе и здесь как раз акварель бывает тоже разные на самом деле не у него техника многослойная многослойной акварели это более сложные приемы более глубокие потому что они позволяют показать больше деталей и больше планов то есть многоплановость здесь есть урок как более простой это вот с елочками самый простой потом шариком где вы нарисуете горы на фоне ночного неба урок с машинкой урок с кактусом вот такие 4 всего урока в акварели уроки идут у него более часа у нас кстати уроки зимнего сувенира тоже идут каждый больше часа это большие уроки с животными тоже идет будет идти урок не менее часа это будет объемные руки которые выдаваться очень подробно и много художественных навыков и так вот посмотрите вот три курса вашего внимания мы представляем на сегодня еще хочу сказать что есть бонусы бонусы очень интересны для тех кто с нашей школе недавно кто уже давно кто проходил эти все курсы кто с нами уже там лет пять они могут эти уроки уже видели но они не заслуженно уже где-то остались у нас в архивах вы сейчас увидите какие интересные бонусы мы для вас приготовили посмотрите пожалуйста те кто платит любой из этих курсов будет возможность купить как поддельность так и в комплекте позже я скажу что в комплекте цена будет намного выгоднее такой кто оплатить течение суток до завтрашнего вечера вы получите еще два интересных урока первый это кошка на окошке смотрит на снег это тоже можно выполнять луашью акрилом или акварелью с белилами техника тампановки какой вы сегодня познакомились но это более сложный сюжет знаете давайте немножко поясните нам пожалуйста может лучше расскажите да но это да но это многослойная тампановка она сложнее намного и конечно же но здесь и многоплановость это за окном идет передача это отдельный пейзаж буквально и передача переднего плана вот с этой розой и с котиком который смотрит за окошко здесь множество цветовых оттенков которые чтобы подружить нужно знать это вы сочетание на этом уроке тоже урок длится чем больше полтора часа практически и вот второй бонус тоже очень интересный вот как раз он связан с акварелью мы специально подобрали два бонусных уроков вот они войдут состав курсов то есть мы даже не в состав курсов мы их вам вышли ссылки они у вас останутся в доступе на любое количество времени сколько хотите просматривайте не на сайте так вот второй урок это пейзаж техники гризайла акварель цветоведение в пейзаже и на за один урок нарисуйте сразу серию то есть это практически даже мини-курс потому что серия композиции вы познакомитесь что же такое за техника кризайл и на самом деле несмотря на сложное название может казалось сложные переходы это доступны для новичков подскажите знаете на что-то еще может поэтому но здесь я могу сказать что да у меня здесь идет кстати если взять обычную акварельную бумагу это курс рассчитан на обычную акварельную бумагу которая продается в магазине и поэтому вообще художники когда обладевают акварелью они начинают рисовать с обычной акварельной бумаги вот такой для школьного творчества и вот как с ней работать в этом самая большая ценность и это техника здесь выполнена как в чистом виде в акварели так и с добавлением белой гуаши вот если возьмем про с правой стороны где лыжня идет по лесу там у нас идет смешение двух красок с белой получается очень необычная подача пейзажа на один урок нарисуйте пять пейзажей в разных оттенках и разные сюжеты и это урок идет в подарок тем кто приобретает любой курс по которым мы сегодня говорим и как уже спросил и на уроке зинаиды и ивана обязательно вместе нет я сейчас вам расскажу какие комплекты вы можете купить можете по отдельности любой из этих курсов можете вместе сейчас я вам расскажу о стоимости чтобы вы могли оценить что вам более интересно и более выгодно ну а эти два урока с кошечкой и вот техники гризаль вот эти два урока у вас войдут подарками тем кто оплатит до завтрашнего вечера друзья мои это наш бонус мы стараемся всегда сделать какой-то подарок тем кто уже нас поддерживает и приобретает курсы сразу же для нас это большая поддержка и конечно с огромным благодарность таким людям которые нам доверили доверились и готовы идти учиться горят желанием поэтому для них у нас есть подарки ну для всех остальных конечно мы тоже готовы а предоставить множество уроков и сегодня я расскажу что у нас еще будет для всех учеников курсов сегодня необычный вариант обучения у вас будет не просто на сайте сдачи домашних заданий этого не будет вы сможете выбирать любой урок этого курса в любом порядке не дожидаясь пока будет принято домашнее задание выберите начнете с любого урока который вы выберете сегодня а вот обратная связь у вас будет специальных чатах у ивана будет отдельный чат а у зинаиды отдельный вы сможете там общаться присылать ваши работы а мы еще хотели для вас в этих чатах прислать разные идеи для нового года фотографии какие-то может быть дополнительные какие-то уроки не может а точно будем присылать вам дополнительные материалы в этих чатах чтобы могли готовить новогодние открытки и подарки то есть там конечно будет намного вам интереснее погаче заниматься с таким количеством обратной связи в том варианте который сейчас вам предлагаем друзья мои и теперь я перехожу к стоимости посмотрите вот сначала о комплектах если вы уже кто-то хочет оплатить курс посмотрите под слайдами из большая кнопка нажимаете сюда чтобы оформить заказ вы перепопадаете на наш сайт и там вы сможете почитать более подробно об уроках посмотреть образцы работы учеников и внизу есть вот как раз вот такие как на экране пакеты блоки дело выбирает то что вам нужно есть оплата в рассрочку рассрочка в нашей школе осуществляется следующим образом это беспроцентная оплата вы вносите первый платеж до начала обучения сейчас а второй через месяц через месяц от первого платежа независимость от того начали вы учиться или нет это обычно рассрочка такая же как в любом магазине или банке это календарный месяц то есть вы платили сегодня и 21 или 22 нужно внести будет вторую часть платежа тогда доступ к курсу будет продлеваться так у вас будет доступ если вы купили комплект пока к одному курсу когда вы выплатите полную часть полную сумму ко всем курсам откроется доступ итак смотрите три онлайн курса новогодние акварели животные новогодние акварели ивана 4 урока открытки животным 5 уроков зимний сувенир 10 уроков и того 19 уроков доступ на 6 месяцев стоит 8100 рублей это самый полный пакет рассрочка на 2 месяца почти 3050 рублей не надо пугаться что есть ограничение доступа мы всегда бесплатно продлеваем если кто-то что-то не успел нарисовать потому что наша цель чтобы вы из прошли все уроки получили результат второй вариант 2 онлайн курса новогодние акварели и открытки животными это вот два новых предложений в нашей школе возможно заинтересует новичков которые еще не проходили зимнего сувенира или не были у нас клубе не смотрели дима сувенир нас есть колубищу и вот этот комплект интересный очень потому что здесь вы все посвящено жанру открытки он стоит 4800 рублей всего в рассрочку даже по 2400 очень такая довольно доступная сумма на которую благодаря которой вы сможете пройти полноценное обучение привести художественные навыки и создать серию открыток из животными и веселой акварели и познакомиться с этим жанром акварельного скетчинга третий вариант это открытки животными и зимний сувенир кто хочет заняться не только открытками но еще и познакомиться с росписью сувениров могут взять вот такой вариант это 15 уроков стоит 5 800 просрочку по 2 900 на 2 месяца 1 платеж вы оплачиваете сейчас кнопочка под слайдом нажимаете сюда чтобы оформить заказ также есть кнопочка зеленая подробности и запись на курсы тоже самое работает может быть у кого-то другая кнопка сработает если есть какие-то проблемы вы переходите на сайт и оплачиваете там дам сегодня будет еще и розыгрыш подождите я обещала это сделать в конце нашей встречи розыгрыш будет чуть позже сейчас я озвучу вам стоимость сегодня как я вначале предупредила вебинар не просто бесплатное обучение это вебинар презентация и конечно же по другим с вами это реклама друзья мои поэтому я вам всем сказала что кто недоволен что мы предлагаем вам рекламу можете покинуть нас но если вы остались потерпите немного мы расскажем еще о цене о цене курсов и перейдем к розыгрышу и так следующий последний пакет это новогодние акварели и зимний сувенир может быть кто-то не хочет открыть животными а хочет акварель и получить уроки росписи 10 уроков зимнего сувенира такая возможность тоже есть и стоит тоже 5 800 в рассрочку по 2 900 1 платеж сейчас а второй ровно через месяц выбирайте комплекты это наиболее выгодное предложение но сейчас я покажу вам друзья мои как можно купить по одному курсу конечно если вам не нужны комплекты вы можете приобрести отдельно и вот первый онлайн наш новый мини курс открытки животными из 5 уроков стоит 3200 рублей сейчас это по акции поэтому смотрите не тяните долго скоро закончится акции не успеете а если хотите получить два бонусных урока с кошкой на окошке и акварелями зимними пейзажами то оплачивайте сегодня ну или завтра до вечера и так курс открытки животными где вы и бычка нарисуете и зайку и лисичку научитесь рисовать олененка стоит 3200 рублей здесь рассрочки нету курс зимний сувенир 10 уроков сейчас стоит 4200 рублей тоже можно приобрести за полную оплату отдельно если и курс новогодний акварель из четырех уроков стоит 2800 рублей новогодние акварели 4 полноценных урока по работе с акварелью где у вас будет обратная связь с преподавателем он вам подскажет расскажет все нюансы работы с бумагой с акварелью вы сможете получить от него и совет и консультации этот курс стоит всего 2800 вообще обратная связь это очень дорогое удовольствие потому что любой более-менее ценящий себя эксперт и ценит свое время более творческий человек конечно сколько у него задумок планов конечно поэтому сейчас есть уникальная возможность получать курсы с обратной связью я уже не раз предупреждала что скоро закончится такая возможность учеников становится все больше и больше в нашей школе поэтому что у зинаиды что у других учеников цените возможность общения с мастером общение с преподавателем это самое дорогое что у нас есть общение с другими людьми а тем более довольно таки редкими уникальными преподавателями поэтому смотрите новогодний акварель 2800. Вы сможете нарисовать веселые кактусы, веселые шарики и... Так, что у нас там? Еще веселые шарики, кактусы. Надо посмотреть. Я уже отвлеклась, рассказывая, как хорошо можно рисовать. А что рисовать у меня уже вылетело даже из головы. Да, и там еще будет машинка такая интересная. И смотрите, вот по роботу учеников вам покажу. И машинки, и шарики, и елочки. И кактусы. Вот. Вот это работа учеников. Посмотрите, какие классные. Ну и, конечно, когда вы освоите вот эти первые шаги, обратите внимание, что в работах учеников там уже не только эти сюжеты, они уже начали, пошли дальше и стали создавать свои акварельные открытки своими сюжетами, потому что они поняли принцип работы с этим жанром и с этой техникой. И уверяю, что у вас тоже получится. Вы поймете, как работать. Такой многослойной акварелию. Создадите уже свои сюжеты благодаря подробным урокам. Вот такой вот тоже курс у нас есть. Спасибо, Татьяна. Смотрите, если вы хотите приобрести только курс новогодней акварели, оплачивайте 2800. Уроки уже выложены. Вы сразу получите к ним доступ. Сможете просматривать их в любом порядке. А более того, вы получите в личном сообщении от нас два дополнительных уроков подарок, если оплатите сегодня или завтра. И, друзья мои, если будете оплачивать, пишите, пожалуйста, внимательно в вашем мейл, потому что мы на него будем отправлять вам подарок. Вот. Ну, подарок, мне иду, уроки. Ну вот. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, очень рады, что вы сегодня были с нами. Я хочу сказать, что ждем от вас ваших добрых слов, а может быть и злых. В общем-то, мы всегда рады любым. Конструктивные критики. Вот здесь вот птичка под слайдом зовет вас оставить отзыв о вебинаре в нашем разделе, в нашей группе. Напишите, пожалуйста, о сегодняшней встрече. Что бы вы хотели узнать про открытки? Какие темы? Вот хорошая была тема сегодня петушком. Замечательно. Напишите, чтобы мы про нее не забыли. Вот в этом разделе. И ждем вас, конечно, на наших курсах. Готовить вместе. Начнем подарки новогодние. Рисовать открытки. И обучаться. Ведь самое главное, вот кто понимает, что здесь дело не только в открытках, наверное, и не только в сувенирах, а в навыках, которые позволят вам развиваться, развивать себя, развивать свою жизнь, свою внутреннюю творческую жизнь. И позволяет вам проводить, конечно, время очень продуктивно и красиво, в релаксе, в спокойствии, вовновешивает это занятие и позволяет вам забыть всякие невзгоды, трудности, коронавирусы и так далее, и так далее. Потому что творчество, когда погружаешься, забываешь обо всем. Иногда даже поспать и поесть забываешь. Это тоже такое есть. Так что в группе ждем ваших рисунков. Напоминаю о стоимости пакетов, самые выгодные предложения, о том, что у нас сейчас три курса продается, зимний сувенир, там различные техники, различные уроки с росписью, с открытками. Новогодние акварели Ивана, Крюкова, который среди нас очаровал, свои скромности, своим обаянием. Он очень замечательный художник на самом деле. Мы приглашаем всегда к нам только лучших. Мы бы не пригласили посредственность. Он очень интересен. Вы знаете, отметьте, что у него свой стип. Да, не очень. Я могу сказать, что великие люди скромны. Ваня прямо так переживал, даже это было видно. Но это его скромность. Могу сказать, как художник, у него очень большие художественные возможности. Очень большие. Это редкое звание художник-педагог. Да, он как и педагог. Это когда я его спрашиваю. Ваня, ты много рисуешь для себя, для души? Он даже сказал так. Ты знаешь, я когда теперь рисую, я думаю про учеников. Я думаю, а как это объяснить? То есть я как бы даже для себя, чтобы расслабиться, и я уже не рисую. Но ведь на самом деле для нас, вот Зинаида, это показатель профессионализма, именно педагогического, преподавательского профессионализма. Вот, поэтому это очень важно, когда мысль человека работает. А как это рассказать понятным языком? Как это показать? Доходчивость. Доходчивость, да. Потому что рисовать много художников, великолепных. Но чтобы объяснить, чтобы вы могли научиться, на самом деле это редкий дар. Поэтому рекомендуем вам и акварели попробовать Ванины, потому что у него есть целые курсы акварели, акварели и скетчинга, акварелистики, с любого уровня подготовки. И также, конечно, приглашаем на наш новый курс «Открытки с животными». Очень хотим, чтобы сегодня кто-то приобрел этот курс, потому что он подготовлен как раз к праздникам, к зимним сейчас больше, наверное, подходит к ним. Хотя можно рисовать животных в любое время, в любом времени года. Спасибо большое. Но помните, что мы ждем вас на курсах. И еще два подарка до завтрашнего дня. Пожалуйста, не забудьте, вы получите два замечательных урока, если приобретете любой из этих курсов. А также у вас будет чат, где мы с вами будем тоже с вами делиться различными идеями новогодних подарков. И вышлем вам урок по росписи окон с бычком, с зимним сюжетом. Да-да-да. Это тоже мы запишем и тоже дадим всем, кто приобретает сейчас вот эти курсы. Любой из курсов, комплектах или по одному, все эти материалы будем с вами делиться щедро всеми своими идеями и своими учениками. У нас очень много идей разных появляется. Вот эти открытки с бычками, может быть, запишем. И в принципе можем тоже поделиться без проблем с всеми, кто приобретет курсы, потому что у вас будет особые условия. Вы нас поддержали, вы приобретете первые сутки после вебинара, а это дорогого стоит. Мы всегда хотим таких людей отблагодарить, потому что тогда мы уже точно знаем, что курсы будут, ученики будут. Мы можем потрудиться с Зинаидой, да, Зинаида Владимировна? Да-да, это очень важно. Давайте я вам скажу, сколько стоит открытки с животными. Да, я пока у вас есть вопросы, не прощаюсь с вами, потому что все-таки это живая встреча. Смотрите, животные, один курс только, пять уроков стоит 3200. Этот урок открытки животными. Если хотите в комплекте, это будет дешевле. Например, если предложить вам открытки с животными и акварели, то это будет 5800, всего лишь по 2900 каждый курс вам обойдется. А если хотите зимний сувенир, то будет вариант, например, такой, как с сувениром по 2900, а акварели с животными по 2400 всего. То есть курсы однозначно будут оба дешевле. Поэтому смотрите рассрочку и комплекты можете приобретать. Ну а так по отдельности, пожалуйста, акварели стоит 2800 ванины, зимний сувенир 4200, самый большой курс из предложенных сегодня, и открытки с животными 3200. Новый курс, интересный курс, необычный. Рисовать животных нас давно просили научить, и мы будем развивать дальше тоже эту тему. Потом, как можно изобразить на каких-либо шкатулках, на каких-либо предметах животных. Тоже очень интересные сюжеты получаются, привлекательные. Если кто занимается продажей своих изделий, оценит этот курс, оценит, что эти сюжеты будут привлекать внимание среди множества различных сувениров с ягодками, с цветочками. А тут уже живое существо. Это совершенно особый взгляд, особое привлекает внимание. Спасибо вам, друзья. Хорошо. Ну что ж, мы прощаемся с вами. Благодарим за участие. Если какие-то еще вопросы есть, пишите, пожалуйста. Еще с вами остаемся. Постараемся ответить. Ой, самое главное, появилось праздничное настроение, пишите, Елена. Это так приятно. Здорово, потому что как раз это цель. Вот, знаете, спросила, какая цель ситуации? Да, да, да. Да, да, правильно, да. Потому что настроение создаем мы сами, помните об этом, своими руками. Ну вот здесь на слайде я показываю, как проходит обучение. Уроки у вас будут в записи. Сможете смотреть в любое время. Спокойно, не спеша, постанавливая на паузу, перематывая. То есть вам не надо будет, как сейчас, нервничать, что там быстро все идет. Нет, восстановили. А уроки очень подробные. Вот, и будет у вас, конечно, консультация и обратная связь, в ответ на вопросы. Все это у вас будет. Спасибо. Курс животных супер. Вот, Елена. Начнем сегодня вот с этих животных, которые уже готовы. Которые как раз к времени года подходят. Ну, а потом животными будем еще продолжать. У нас есть и другие курсы с животными. Вот, у нас есть свободно-кистевой росписи животные, деревенька моя. Ну, вот эта тема, она исчерпаемая. Можно каких-то более экзотических животных тоже привлекать. К этому мы потом ваши идеи им обязательно просмотрим. Пишите, пожалуйста, в разделе отзыв о вебинаре. Вот птичку нажимайте. Переходите в нашу группу, в раздел отзывов. Напишите несколько слов, что сегодня вам понравилось, что не понравилось, что получилось или нет. Присылайте фотоработы. И какие-то ваши, может быть, что вы хотите видеть на наших встречах. Потому что нам, конечно, хочется создавать уроки именно для тех, кто приходит, чтобы вам было интересно. Так, какой урок открыт, Таня? Урок до завтра? Нет, урок сейчас заканчивается. Сегодняшний урок заканчивается. Это вебинар только онлайн. Но мы его повторим обязательно в записи. Те, кто нас смотрел в записи, тоже мы будем рады вам приходить. Мы вам обязательно разошлем приглашение на повтор. Это будет будний день, вечером, чтобы вы смогли все посмотреть, кто не смог, например, в субботу. В вечернее время мы повторим этот вебинар. Приходите на повтор, пришлем вам. Спасибо вам большое с огромной к вам любовью, с праздничным настроением, онлайн-школа «Русская Ру». Спасибо вам доброго, друзья. Удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...